Лядя на карту, и подумал о последствиях этой войны. Какую реакцию она вызовет в шести империях? Безусловно, глава клана Будо не мог просто пренебречь этим. Грин посмотрел на Чжао и понял, о чем тот думал. Поэтому старик слегка улыбнулся и сказал, молодой мастер, не волнуйтесь, все в порядке. Когда мы атакуем драконов, никто из шести империй не станет вмешиваться. Если же Церковь Света попросит богов ускорить темпы подготовки к вторжению, вам просто не нужно будет ждать. Ведь после уничтожения драконов силы богов на континенте Арк значительно снизится. Услышав это, Чжао кивнул, а затем вздохнул и сказал, я надеюсь, что боги все же предоставят нам время, чтобы мы могли успешно уничтожить драконов. Кстати говоря, дедушка Грин, а есть ли еще какие-то новости? Старик после этих слов покачал головой и ответил, еще нет, я думаю, что ребята из Церкви Света еще ничего не знают о произошедшем, поэтому они не будут реагировать. Молодой мастер не должен волноваться, все равно их основные силы не смогут пересечь море, так как оно полностью принадлежит русалкам. Чжао кивнул и, посмотрев на карту, пробормотал драконы, вот и настал ваш последний день. Глава 668. Перед важной битвой, как и предполагал Чжао, новость об их нападении на столицу империи Льва, словно на крыльях ветра облетела все шесть империй, не оставив никого равнодушным. Драконы с древних времен и по сей день были синонимом непобедимости. Что такое дракон? Это самое страшное существо на всем континенте арк. Некоторые люди действительно считали, что драконы – боги. И те, кто им мог противостоять, жили только в балладах бардов. Ни в одной из хроник человеческих королевств не было ни единой записи об убийстве дракона. Естественно, на самом деле все было далеко не так. Дракона в то же время от времени убивали, особенно молодых. Просто Церковь Света внимательно следила за тем, чтобы информация о подобных событиях не попадала в хроники, и драконы оставались непобедимыми. Это похоже на двух воинов, готовящихся к дуэли. Один воин с просто невероятной репутацией, а второй – истинный мастер. Однако во время их поединка настоящий мастер не сможет сражаться на все 100%, когда другие страны услышали эту новость, то сначала просто не поверили. Ведь, как кто-то мог вот так просто уничтожить целых 40 драконов. Но когда новость была подтверждена, реакция империи оказалась совершенно иной. В Церкви Света царил настоящий хаос, ведь теперь маги Света остались без одного из своих самых важных союзников – империи Льва. Империя Будхана казалась настолько шокирована этим известием, что просто не знала, как реагировать. Империя Льва была захвачена драконами, и они создали на ее основе свою империю священного дракона. Безусловно, эта новость застала другие страны врасплох. Однако из-за репутации драконов они вынуждены были признать статус этого государства, но теперь Джао ввязался в драку с драконами. И заставил их бежать, используя невероятно мощную нежить, в данной ситуации другие страны даже не могли сказать, кому именно им следует помощь – Джао или драконам. Обе силы казались слишком мощными. Безусловно, империям не хватало мужества, чтобы выступить против драконов, но и сражаться с Джао, который равен им по силам, людям явно не хотелось. К тому же, во втором случае они будут поддерживать захватчиков, с другой стороны помогать мерзкому некроманту также не было особого желания. А вот у короля Империи Розы ситуация была немного другой. С одной стороны он также услышал, что произошло в Империи Льва, но с другой Джао прислал ему письмо. Король молча сидел и смотрел то на собранную разведчиками информацию, то снова на письмо. Некоторое время он ничего не говорил, так как не знал, что сказать. Впервые старый король почувствовал, что не знает своего зятя. Ему казалось, что у Джао совершенно нет амбиций, он оставался на своей земле и занимался бизнесом. Да, у него отлично получалось находить общий язык с другими расами, но он никогда не лез в большую политику, и поэтому старый король всегда был очень доволен таким зятем. Но сейчас Джао фактически при помощи своей личной армии уничтожил 40 драконов и поставил этим все шесть Империи с ног на голову. Что же касается полученного письма, то в нем фактически не было ничего особо полезного. В нем Джао сообщал, что объяснит все происходящее, как только закончится его война с драконами. Это письмо скорее было словами даже не самого Джао, так как его написала Луиза. Король был в этом абсолютно уверен, поскольку это был ее почерк. Старый король посмотрел на эти два письма и вздохнул, а затем спросил, что ты на это скажешь. В ответ же он услышал, стоит подождать. После этих слов старый король снова вздохнул, да, ждать, кажется, что сейчас мы можем только ждать. Конечно, человек, с которым он говорил, был мертвым советником, о существовании которого не знал никто, кроме самого короля. Сейчас все взгляды были сосредоточены на горе Аккра. Люди хотели узнать, действительно ли Джао по-настоящему хочет сразиться с драконами. В военном лагере полукровок у подножия горы Аккра все еще никто ничего не знал об этом. Безусловно, кроме получения информации от Церкви Света, они также полагались и на собственную разведку, но в этот день не было никаких сообщений, и поэтому никто ни о чем не подозревал. Был просто самый обычный день. На самом деле, хотя Джао вчера отдыхал в пространственной ферме, вокруг военного лагеря полукровок была создана огромная сеть, но ее предназначение – это не следить за действиями врагов, а перехватывать сообщения. Джао не собирался позволить драконам узнать о произошедшем в Империи Льва и одновременно разузнать, откуда его враги получают информацию. Джао ничего не делал напрасно. Его нежить перехватило вчера 15 посланий. Но только 5 из них отправила Церковь Света, остальные же 10 были от великих аристократов Империи Льва. Похоже, что эти благородные все еще решили испытать судьбу. С одной стороны они сдаются Джао и не делают неприятностей в тылу. Но с другой стороны они посылают информацию драконам. Таким образом, кто бы в будущем не выиграл, их ни в чем не станут обвинять. На самом деле именно благодаря подобным методам великие аристократы и смогли стать великими аристократами. Но, разумеется, теперь узнав об этом, Джао не собирался отпускать этих людей. После дня отдыха Джао достиг совершенного состояния, независимо от его духа или тела. Он мог справиться с последующими войнами. После завтрака в пространственной вилле глава клана Будда покинул ее, и снова разместился на голове дракона, в то время как нежить сформировала матричную формацию. На этот раз нежить не стала скрываться за темными облаками. Но так было даже намного страшнее. Теперь в руках Джао более миллиона немертвых существ и многие из них со дна моря. Но после того, как они стали нежитью, вода им уже абсолютно не нужна. И так огромный куб приближался к военному лагерю полукровок. Естественно, полукровки просто не могли не заметить столь огромной армии, частично состоящей из существ, которых они никогда в своей жизни не видели. Полукровки были просто в ужасе, наблюдая за тем, как к ним медленно приближалась огромная армия нежити, парящая в небесах. Полукровки немедленно отправили письма драконам, потребовав прислать подкрепление, а сами сосредоточились на защите. Теперь у них не было мужества, чтобы атаковать, поскольку количество нежити превышало все разумные пределы. Войска Джао намеренно двигались столь медленно, чтобы как можно сильнее испугать своих противников. В этот момент 10 огромных драконов, которые жили здесь в лагере полукровок, наконец не могли сидеть сложа руки и, превратившись в свою истинную форму, направились к медленно приближающейся нежити. Затем один из золотых драконов, с изогнутыми как ножи длинными рогами, то ли прокричал, то ли проревел, кто осмелился прийти в наши земли. Неужели тебе неизвестно, что это место принадлежит драконам? От его голоса даже воздух сильно завибрировал, а тем временем от огромного массива отделился дракон с человеком на черепе. Естественно, этим всадником был Джао. Подлетев поближе, глава клана Будда ухмыльнулся и сказал, безусловно, я знаю, что это место принадлежит драконам, иначе не стал бы сюда приходить. Думаю, представляться мне не нужно, ведь вы и так хорошо знаете, кто я. Дракон посмотрел на Джао и не смог сдержать свой гнев. Джао, ты Джао Будда? Значит, ты действительно не умер в море? Выходит, ты убил всех, кого мы отправили за тобой. Джао же засмеялся и сказал, драконы, вы слишком высокомерны. Неужели вы действительно думали, что никто не сможет справиться с вами? Забавно. Но я убил не только тех, кого вы отправили в море, а и всех, кого вы послали в империю льва. Я хочу, чтобы вы с сегодняшнего дня просто исчезли с лица континента Арк, после этих слов огромный дракон взревел, а затем посмотрел на Джао и прокричал, высокомерный и невежественный муравей, только потому, что ты сумел убить наших сородичей, теперь ты столь высокомерно относишься и к нам. Хорошо, давай посмотрим, удастся ли тебе убить и нас. Джао холодно улыбнулся, хватит лаять, ты, вшивая собака богов. Что же, тогда я позволю тебе увидеть, каким образом мне удалось убить твоих сородичей. Ладно. Из большого массива вылетело более 40 костяных драконов и выстроилось в линию перед Джао. Редакторы. Адам Сонич, Енигма, Бландром, ХТТП, Телру, Латерубак, 87-353-878, глава 669, Победа. Когда драконы увидели этих костяных существ, их глаза не могли не сузиться, а затем они запылали гневом. Владыки Небес прекрасно знали, откуда взялись эти костные драконы. Именно их они отправили в империю льва. Но теперь жалкий муравей их убил и превратил в нежить. Безусловно, гордые драконы не стали терпеть подобное надругательство над их сородичами. Джао взглянул на драконов и просто не мог не рассмеяться. Гордые драконы, вы не согласны с тем, что ваши собственные сородичи превратились в кости? Что ж, тогда давайте сделаем вот так. После этих слов с его рук вырвался черный туман и медленно окутал костяных драконов. Когда же он рассеялся, все увидели, насколько изменились немертвые драконы. Глаза драконов снова сузились, а гнев в их сердцах запылал еще сильнее. Потому что теперь эти костяные драконы стали похожими на настоящих. Их чешуя так и сверкала, а тела по-прежнему были полны силы, но все понимали, что они всего лишь зомби. Все это еще более разозлило драконов, ведь с их павшими сородичами играли словно с игрушками. Глядя на все это, огромный дракон прокричал, да как ты смеешь так к нам относиться. Умри. После этих слов он, хлопая крыльями, устремился к Джао. Остальные же драконы, что были позади него, также помчались вперед. Джао радостно засмеялся, драконы, живущие только в своих грезах о своем величии, вы должны быть готовы к поражению. После этих слов 40 немертвых владык неба атаковали своих живых сородичей. Битва 50 драконов в воздухе привлекла внимание всех полукровок. Они действительно не думали, что драконам кто-то может бросить вызов. Во всех горах Аккра нет зверя могущественней, чем дракон. Они всегда думали, что драконы действительно непобедимы. Но сегодня они видели могущественного безумца, который убил дракона. Нет ничего удивительного в том, что в глазах полукровок Джао, всего лишь сумасшедший, который хочет убить драконов. Он даже слишком безумен, но его сила ошеломила не только полукровок, но и самих драконов. Но насколько сильными могут быть драконы, которые стали зомби? Неужели они действительно надеются справиться с настоящими драконами? Но как оказалось, зомби не только не слабее, но и даже сильнее. Какие чувства возникают, когда тебя осаждают 40 немертвых сородичей, которые сильнее тебя? Сегодня эти драконы узнали ответ на этот вопрос. Они могли только блокировать атаки 40 зомби, но не имели ни единого шанса, чтобы контратаковать. Джао в это время тоже не бездельничал. Он посмотрел на полукровок и холодно сказал, не стоит волноваться, скоро вы также присоединитесь к моей армии нежити. Затем он махнул рукой, а Миган и Луиза приказали нежити атаковать. После этого полукровки почувствовали просто невероятное давление, но из-за того, что драконы были рядом с ними, они верили, что смогут победить врага. Ведь многие годы полукровки считали владык неба непобедимыми существами. Но сейчас десяток драконов не имели уже сил отбиваться от своих немертвых сородичей. Даже их смерть лишь вопрос времени. К тому же, в это время Джао приказал своей армии атаковать. Так что сейчас полукровки испытывали уже не давление, а самую настоящую панику. При обычных обстоятельствах драконы могли бы поддержать полукровок, но они полностью увязли в сражении с зомби. Джао именно на это и рассчитывал. К тому же, в общей сложности, сейчас у него было не сорок драконов, а сорок два. Глава клана Будда собрал их во время атаки на столицу империи Льва и в битвах за крепости. Так что пока сорок зомби сражалось с драконами, на одном летел сам Джао, оставшийся немертвый дракон атаковал полукровок. Стоит признать, подобная тактика оказалась весьма эффективной. Ведь полукровки невероятно боялись драконов, а теперь один из владык неба нападает на них. Так что, когда дракон бросился к ним, многие из людей полукровок закричали и бросили оружие, а затем развернулись и побежали в горы, тем самым потеряв все свое преимущество. В этот момент Джао, стоя на голове у дракона, слегка улыбался. Он намеренно вел себя подобным образом, чтобы все решили, что он сумасшедший, а от безумца можно ожидать чего угодно. Главе клана Будда не нравилось убивать, он просто хотел достичь своих целей, а иногда, чтобы сделать это, порой приходится убивать, иначе все завершится еще большими жертвами. Когда армия боится врага, число дезертиров возрастает до невероятного количества. В подобных случаях даже один сбежавший вызывал цепную реакцию, и как результат, все ведет к полному поражению. Первоначально у них была моральная поддержка, благодаря драконам они были готовы сражаться с любым врагом. Но когда драконы оказались в невероятно тяжелом положении, мораль полукровок значительно упала. Естественно, когда драконы увидели, как полукровки побежали, разумеется, это не могло не подорвать их боевой дух. Они не рассчитывали на их помощь, но такое недоверие к их силе действительно угнетало. Как только дракон оказывался убит, он тут же превращался в зомби и атаковал своего спутника, после чего и тот превращался в нежить. Такая битва заставила сердца драконов погрузиться на дно отчаяния, и теперь они полностью потеряли надежду выжить. Тем не менее, драконы не собирались просто сдаться и пополнять ряды нежити Чжаа. Они обладали очень секретной техникой, которую передали им боги. Она называлась Драконий Шторм. Это невероятное разрушительное самоубийство. Они собирали всю энергию со своего тела в одной точке, а затем создавался огромный взрыв. Его разрушительная мощь была настолько велика, что один дракон, используя подобную технику, мог убить десятерых своих сородичей того же уровня. Сейчас оставшиеся в живых драконы уже хотели использовать такую тактику, но, к сожалению, они сражались с Чжаа. А глава клана Будда очень практичный человек. Ему не нравится тратить время и усилия зря. Если у него достаточно сил, то врага следует убивать одним ударом, он никогда не будет использовать два трюка или играть, как кошка с мышью. По мнению Чжаа, это излишне и недостойно. Зачем мучить уже проигравшего врага? Подобное явно показывает, насколько же низко можно пасть. Поэтому после того, как полукровки бежали, Чжаа не стал преследовать их, чтобы не нарваться на засаду. Вместо этого он приказал нежити сосредоточиться на оставшихся драконах, и те просто не успели использовать свою невероятно разрушительную технику. Чжаа удалось довольно легко расправиться с военным лагерем полукровок, но настоящая битва была еще впереди. Ведь теперь они будут атаковать гнездо драконов. Причина же, по которой Чжаа хотел как можно быстрее уничтожить лагерь полукровок, заключалась в том, что он находился слишком близко к городу людей. Гора Аккра – рай для авантюристов. С каждым днем бесчисленные искатели приключений шли сюда, чтобы найти свои собственные мечты. Они отправлялись в горы Аккра, чтобы охотиться на магических монстров и собирать вещи, оставленные их менее удачливыми коллегами. Авантюрист – это профессия с высоким уровнем риска, особенно здесь, на горе Аккра. В этих местах невероятно легко наткнуться на действительно сильного магического зверя и расстаться с жизнью. Именно из-за этой опасности многие авантюристы иногда они возвращаются с гор Аккра, а их имущество становится добычей их коллег. Каждый поход в горы похож на лотерею. Иногда ты выигрываешь бумажные салфетки, а иногда проигрываешь свою жизнь. Что же касается джекпота, то о нем мечтают многие, но достается он лишь единицам. И поскольку в горы Аккра ежедневно отправлялось множество авантюристов, то неудивительно, что недалеко от горного массива появился город. Причем далеко не маленький, именно этот город был ближе всего к горе Аккра. Множество людей приезжали сюда, так что город процветал. Тем не менее, в последнее время жизнь авантюристов была не так уж хороша. Драконы контролировали империю льва и одним махом устроили военные лагеря на горных вершинах Аккры. Один из них находился не слишком далеко от города. Но самое главное, что полукровки не позволяли авантюристам охотиться на магических зверей в горах Аккра. Поэтому авантюристам оставалось лишь ждать, пока драконы отменят этот приказ. Уйти же в другое место они не могли, так как у большинства авантюристов имелись весьма серьезные проблемы с законом. Глава 670. Убить, как можно быстрее. Именно по этой причине в городке у подножия горы Аккра было все еще много людей, и они стали свидетелями настоящей резни драконов, то есть в этот день родилась новая легенда. Итак, причина, по которой Джао настолько быстро спешил разобраться с этим военным лагерем, заключалась как раз в этом городе. Независимо от того, кто живет в этом поселении, глава клана Будо не хотел, чтобы на них повлияла война, и на его совести снова были невинные, трагические смерти. Поэтому он использовал различные средства, чтобы полукровки как можно быстрее отступили в горы Аккра, и затем все бои проходили именно там. Поскольку военный лагерь находится очень близко к городу, авантюристы и остальные его жители стали свидетелями битвы Джао с драконами. Вот только это была скорее не битва, а просто односторонняя резня, но именно это вызвало невероятный восторг в глазах авантюристов и жителей города. Ведь они больше всех пострадали от действий непобедимых и невероятно ужасных драконов, так что им было приятно смотреть, как погибают их враги. После того, как Джао убил десятерых драконов, он не остановился на достигнутом и приказал своей армии продвигаться в горы Аккра. Нежить не сменив построение, так и полетела кубической матрицей. Вот только большинство жителей города были авантюристами и их уж точно нельзя было назвать трусами. Так что они покинули свое поселение и отправились вслед за Джао. Нет, они не хотели собирать военные трофеи, просто они думали, что потеряют единственный шанс увидеть нечто невероятное, а ведь потом они смогут вдоволь похвастаться тем, какие невероятные вещи они видели собственными глазами. Джао же совершенно не заботили эти авантюристы, он и так сделал все, что мог. Поэтому если они так стремятся умереть, то это только их проблемы. В данный момент Джао не хотел отвлекаться от столкновения с драконами, хотя он уже победил в предыдущих битвах, но их гнездо просуществовало тысячи лет и было очень хорошо защищено. Кроме того, он не знал, сколько именно драконов будет противостоять ему, но он не отступит до тех пор, пока не уничтожит всех драконов. Когда армия нежи Джао вошла в горы Аккра, он тут же почувствовал разницу. Военный лагерь полукровок находился в долине, и сейчас все магические звери, что были там, побеждены. Но в самих горах они были повсюду. И сейчас словно сумасшедшие атаковали нежить, причем их даже не останавливал тот факт, что уровень немертвых гораздо выше, чем их собственный. А так как горы были покрыты густыми лесами, использование матричного построения оказалось крайне неэффективным. Поэтому глава клана Будда, подумав некоторое время, отозвал свою нежить, оставив довольно большой отряд, что вошел в лес. Когда началась сумасшедшая битва, Джао спустился с головы костного дракона и переместился в тело чужого. Но немертвые владыки неба все еще летали над ними. Потому что в горах Аккра обитало много летающих магических зверей, причем довольно неслабых, так что пока драконы занимались ими, остальная нежить сражалась на земле. И стоит признать, сейчас вокруг творилось настоящее безумие. Весь экран превратился в мешанину красных и зеленых точек. Но ведь на окраинах горах Аккра вообще не было ни одного высокоуровневого магического зверя. Что бы ни сделали полукровки, но они превратили всех мирных животных в сумасшедших тварей. А это значит, что предстоящая битва будет невероятно трудной. Глава клана Будда даже не пытался превращать этих низкоуровневых магических зверей в нежить, так как это было просто бесполезно. Их уровень слишком низок, а тела очень маленькие. Можно сказать, сейчас их атаковали звери наподобие голубоглазых кроликов, длиннохвостых кур и тому подобное. С их атакой они никак не могли нанести нежить и даже малейшего урона, но, тем не менее, неживое воинство Чжао двигалось невероятно медленно. Тела атакующих магических зверей слишком малы, поэтому даже если их превратить в нежить, то ничего полезного не получится. К тому же, так как за ними тащились авантюристы, люди, увидев фактически лежащие под их ногами деньги, собирали тушки и возвращались назад в город. Таким образом количество возможных невинных жертв уменьшилось. Глава клана Будда убрал практически всю свою нежить, оставив всего только отряд из 500 воинов. Это было необходимо, так как из-за массивной атаки магических зверей огромная армия не смогла бы удержать строй или просто застряла бы на одном месте. Но даже с таким количеством нежити войска главы клана Будда продвигались вперед невероятно медленно, ведь, в конце концов, этих сумасшедших магических зверей было слишком много. Что ни говори, а это просто безумие. Если бы атаковал не Чжао, а кто-то другой, то его армия уже давно бы оказалась уничтожена. Немертвые существа Чжао продвигались вперед по телам магических зверей. Все, кто ходил по земле, летал в небе или рыл землю, нападали на них, как сумасшедшие. Фактически везде, где проходила нежить, оставались реки крови. Авантюристы, которые отправились на гору Аккра вслед за Чжао, были потрясены, увидев столько трупов магических зверей. И хотя подобные существа считались самыми распространенными в шести империях, никто из искателей приключений никогда ранее не видел подобного побоища. Чжао не обращал на авантюристов никакого внимания, но не Каир, молодой мастер, из-за нашего медленного продвижения вперед. Люди, идущие за нами, скоро начнут вывозить убитых нами зверей повозками. Может нам самим стоит их собирать? Ведь в любом случае это тоже мясо. А впереди нас ждет очень большая битва, так почему бы нам не воспользоваться шансом и не запастись провизией? Как только глава клана Будда услышал эти слова, то тоже переключил экран на авантюристов. Теперь они даже не обращали внимания на обычных зверей, а собирали только продвинутых. Когда Чжао увидел эту ситуацию, то просто не мог не вздохнуть. Отправь все в пространственный амбар, в будущем мясо действительно может нам пригодиться. Гринжи засмеялся и сказал. Раньше у нас не было мяса, но мы жаждали его получить. А сейчас я боюсь, что на горе Аккра больше не останется магических зверей и она станет мертвой горой. Чжао же холодно сказал. Этих магических зверей контролируют драконы, и если мы не убьем их сейчас, то они столь же агрессивно начнут нападать на людей. Вот тогда все действительно станет куда более ужасно, а так мы хотя бы пополним свои запасы провизии перед великой битвой. Грин и Кунки в нуле. Они хорошо понимали, что Чжао Хай прав. Безусловно, на первый взгляд даже кролики кажутся безобидными, но огромная толпа ушастых может загрызть на смерть большое количество людей. Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока это произойдет, гораздо лучше убить их прямо сейчас. Причина, по которой Грин мог так спокойно решать, убить им магических зверей или нет, заключается в том, что их армия уже давно мертва. Неживые существа ничего не боятся, даже если они стоят перед группой кроликов с красными глазами или атакуют разъяренных драконов. Для нежити все абсолютно просто, раз приказали, значит следует исполнять, а все остальное абсолютно не важно. Нежить всегда остается нежитью, даже если она умная, она никогда не нарушит приказов своих хозяев. Команда Чжао убить всех врагов означает убить всех, и не важно, кто перед ними, будь то магические звери или драконы. Немертвые не станут ни о чем думать, ведь самое главное – это выполнить приказ. Именно поэтому Грин считал, что нежить, выполняя приказ, может полностью перебить всех магических зверей в горах Аккра. А вот армия людей не смогла бы добиться подобного, так как страх перед обезумевшими животными, безусловно, оказался бы намного сильнее. Глава клана Будо не мог просто долететь до гнезда драконов, не снизив количество магических зверей. Ведь во время битвы с драконами, безусловно, ему не удастся действительно убить абсолютно всех, что не говори, а некоторым из них все же удастся сбежать. А если они потом вернутся, то на горе Аккра все будет готово для управления магическими животными, именно поэтому войска Чжао идут пешком, они летят прямо к гнезду. Глава 671. Трансформация, этого беспокойства было не безосновательным, драконы уже много лет жили в горах Аккра. Можно сказать, что здесь их корни. Им было все равно, приходят ли люди на гору Аккра, чтобы охотиться на магических зверей, потому что авантюристы сражались только с самыми слабыми животными. К тому же, благодаря им империи не обращали никакого внимания на горы Аккра. Если же драконы попытались бы создать свою страну, то, безусловно, привлекли бы внимание всех соседей. А их горный массив находился между империей Бутхан, империей Льва, железными горами и эльфийским лесом. Естественно, никому из вышеперечисленных соседей не понравилось бы жить рядом с драконами. Поэтому драконы и позволяли людям убивать магических животных. Ведь, во-первых, это никак не отражалось на их силе, а во-вторых, позволяло не привлекать к себе внимания. Изначально Джоанни собирался убивать местных магических зверей, но когда на него напали даже кролики. Ему пришлось изменить свое мнение. Безусловно, все магические животные на горе Аккра являются угрозой. Драконы, похоже, полностью контролируют всех магических зверей на горе Аккра. Ведь, даже голубоглазые кролики и длиннохвостые куры абсолютно послушны им. Если же вспомнить империю Льва, то все ее кавалеристы пользовались магическими животными, которых поймали в горах Аккра. Так что совершенно неудивительно, что во время атаки драконов кавалерия империи Льва оказалась бесполезной. Тем не менее, драконы не могут в буквальном смысле командовать магическими животными, выпущенными другими или даже собственными. Единственное, на все, что они способны, это напугать зверей, чтобы те, перепугавшись, сошли с ума и напали на людей. Даже без шанса на победу. Что же касается авантюристов, идущих вслед за Джоа, то они тоже понемногу сходили с ума. Ведь весь их путь был густо выкрашен кровью. Джоа совершенно спокойно смотрел на все, что было перед ним. На этот раз они не сталкивались с людьми, и поэтому глава клана Будда не чувствовал бремени. Ведь никто, кроме горстки людей, не будет чувствовать себя виноватым, собираясь забить свинью. Все атаки магических зверей оказались очень жестокими, но у них не было какой-либо организации. Животные просто наваливались всей толпой. Так что для нежити Джоа вся эта возня являла собой просто сбор пищи. Грин посмотрел на сумасшедших магических зверей и вздохнул. Кажется, что мы правильно решили, как можно быстрее разобраться с драконом. Если бы боги напали, эти сумасшедшие звери могли нанести колоссальный урон. Кун вздохнул. Да, две силы, оставленные богами, действительно ужасны. Одна из них – Церковь Света. Они использовали религию для промывания мозгов бесчисленного количества людей, но драконы, похоже, полностью подчинили волю бесчисленных магических зверей. В других местах животные не будут настолько послушными, но драконы слишком долго жили на горе Аккра. И теперь они полностью, как боги для местных обитателей. Так что совершенно неудивительно, что они готовы выполнить любую команду. А самое страшное, что если боги действительно придут, тогда у них даже не будет страха перед смертью. Армия и сильное присутствие драконов, а также материально-техническая поддержка Церкви Света. Интересно, а чего еще мы не знаем? Джао с облегчением вздохнул. Даже если бы мы не стали разбираться с драконами сегодня, то все равно смогли бы справиться с магическими животными и позже. Но при этом мы заплатили бы намного больше. Сейчас же нам осталось только уничтожить Церковь Света. Грин и Кун вздохнули, если бы они сражались с драконами и Церковью Света обычными методами, то проиграли бы. Ведь их враги готовились к вторжению богов многие тысячелетия, и одолеть их было бы практически невозможно. К счастью, у Джао имелась пространственная ферма, способная поддерживать невероятное количество нежити. В противном случае, будь то Церковь Света или драконы, они могли просто задавить их количеством. Скорость продвижения войск Джао все еще оставалась довольно медленной, а атака магических зверей не думала прекращаться. Но к счастью, нежить никогда не устает и никогда не спит, поэтому ей вполне по силам сражаться в подобном темпе практически бесконечность. На данный момент нежить больше не сражалась с магическими животными один уровня. Теперь ей противостояли звери 2-3 уровня, что ранее появлялись лишь изредка. Джао хотя все еще и обращал внимание на магических зверей, но уже не был так сосредоточен, как в начале. Поэтому начал обсуждать, как именно они будут атаковать драконов с Грином и Куном. Сражение с драконами всегда было предметом беспокойства для Джао. В конце концов, гора Аккра полностью принадлежит им. Так что даже имея в своем распоряжении пространственный монитор, он вел себя крайне спокойно. Вот только в какой-то момент Джао почувствовал, что снаружи уже наступили сумерки. Глава клана Будда просто не мог не замерить, когда почувствовал это. Но когда он посмотрел на экран, то лишь подтвердил свою догадку. О боге эта безумная битва длится уже целый день. Глядя на магических зверей, которые все еще атаковали, как обезумевшие, Джао не мог произнести. «Неужели мы сражаемся уже целый день? Боже, эти магические звери безумны. Может быть драконы их чем-то опоили? Каер, посмотри, может этих животных чем-то отравили?» Но Каер покачала головой и сказал, «Нет, молодой мастера, эти магические звери не отравлены, а так как они дикие, то качество их мяса довольно хорошее. Безусловно, мы сможем использовать его как провиант». Услышав это, Джао еще больше удивился и, посмотрев на Грина, произнес, «Это слишком безумно. Как тогда драконы могут настолько сильно контролировать этих магических зверей? Нет, я должен узнать, что же происходит». После этих слов он обратился к одному из немертвых драконов. «Можешь ли ты принять человеческую форму?» Дракон кивнул, и его форма тела медленно превратилась в человеческую. Подобно драконам, которых глава клана Будда видел ранее, он также носил магическую мантию, созданную из чешуи. Вот только в этот момент в пространственной ферме прозвучало сообщение. «В одном из робототехнических объектов обнаружена способность трансформироваться. Провожу извлечение. Извлечение завершено. Провожу улучшение остальных робототехнических объектов. Улучшение завершено». Услышав это, Джао ошарашина замер, он действительно не думал, что пространственная ферма способна извлечь нечто настолько уникальное, а затем передать это и остальной нежити. Неужели теперь все немертвые способны превращаться в человека? Задумавшись над этим, глава клана Будда даже забыл спросить дракона о магических животных. Вместо этого он перенес их в пространственную ферму, где, выйдя из крокодила, обратился к нему. «Чужой, а ты ведь тоже сейчас можешь стать человеком?» Вот только гигантский крокодил посмотрел в глаза Джао, а затем покачал головой, похоже он не знал, как именно это нужно делать. Так что глава клана Будда посмотрел на дракона и спросил, «Что ты делаешь, когда меняешь свое обличье?» На что тот тут же ответил, «Молодой мастер, не нужно ничего делать, просто стоит подумать об изменении формы». Джао кивнул и снова посмотрел на чужого, «Так ты понял?» «Просто подумай об изменении формы. Хорошо, давай, попробуй». Крокодил кивнул. Затем его фигура начала покачиваться, потом немного сузилась, кости его тела также немного сжались и, наконец, перед Джао появился полноценный человек. Его рост превышал 2 метра, а тело покрывало красная броня с большим количеством шипов, что явно указывало на мощную атакующую силу. Вот только вместо нормального лица у чужого был только голый череп. Когда же Джао обошел вокруг него несколько раз, то подтвердил, что у него нет ни хвоста, ни других звериных атрибутов. Так что глава клана Будда остался очень доволен. Однако, как только он увидел его лицо, то просто не мог не улыбнуться. «Чужой, когда превращаешься в человека, то переходи в зомби-форму. Не стоит становиться скелетом». Чужой кивнул и его окутал белый свет, а затем перед Джао предстал крупный воин с суровыми чертами лица и абсолютно лысой головой. Впрочем, по сравнению с прошлым разом его внешний вид значительно улучшился. Правда теперь куда-то пропала его массивная броня, и воин был одет просто в обычную красную одежду. Видя это, Джао посмотрел на чужого и спросил, а куда пропала броня, а на что тоже может изменится. Но тот ничего не мог на это ответить и поэтому сказал, «Молодой мастер, я об этом ничего не знаю». Услышав это, Джао нахмурился и был несколько озадачен. Но в это время дракон сказал, «Молодой мастер, может у чужого, так же как и у нас, просто три формы?» Джао, услышав это, хлопнул себя по голове, «Ты прав, у драконов ведь действительно три формы, вот и у всей остальной нежити их теперь тоже три». Глава 672 Сумасшедшая битва с магическими животными. Грин также был очень счастлив, все дело в том, что многие немертвые существа были слишком большими и не могли нормально сражаться в лесах, которыми покрыта гора Аккра. Но теперь, когда нежить получила человеческую форму, эта проблема наконец была устранена, а тем временем Джао обратился к немертвому дракону, «Как тебя зовут?». На что тот ответил, «Молодой мастер, меня звали Осаэр». Джао кинул и спросил, «Может тебе известно, почему магические звери настолько сильно слушаются драконов, что, черт возьми, происходит?». Осаар кивнул и ответил, «Мне действительно немного известно об этом. На самом деле, все это благодаря богам. Один из них передал нам особенную технику, божественного просветления. Она невероятно мощная и именно благодаря ей все потомки живущих в горах Аккра животных будут рождены для нас и исполнит наш любой приказ. Даже если он приведет к самоубийству или уничтожению своих собственных детей. Но у этой техники имеется масса ограничений. Так она не действует на существ с высоким уровнем интеллекта. А также для ее использования необходимо невероятно много магической энергии. Именно поэтому драконам удалось подчинить своей воле только обитателей горах Аккра». Джао кивнул, «Это просто невероятно. Неужели все драконы владеют этой секретной техникой?» В ответ же дракон кивнул и сказал, «Да, практически все драконы могут использовать божественное просвещение». Джао кивнул, а затем сказал, «Не мог бы ты продемонстрировать нам эту технику божественного просветления». После этих слов дракон сделал то, о чем его попросил глава клана Будда. Эта секретная техника напоминала магию света, но на самом деле в нее также входила магия духа и, к большому удивлению Джао, магия крови. Все дело в том, что драконы использовали собственную кровь, когда применяли эту технику. Так что совершенно неудивительно, почему магические звери слушались именно их. Глава клана Будда не собирался сам использовать эту технику, а просто хотел посмотреть, как же она работает. И теперь еще больше восхищался богами, ведь тем удалось скомбинировать практически противоположные магии, кровь и свет. Хотя снаружи все еще кипела битва, Джао не собирался покидать пространственную ферму. Он и так целый день следил за развитием сражения и сейчас был немного голоден. Так что он решил сперва поесть и уже потом решить, что же делать дальше. К тому же, вся нежить Джао достигла 9 уровня, поэтому он не слишком о ней беспокоился. Глава клана Будда вместе со стариками ужинал в пространственной вилле, одновременно обсуждая сегодняшнюю битву. В это же время Грин, выпив бокал вина, глубоким голосом сказал, полукровки ведь должны были рассказать драконам, насколько сильна наша нежить, так почему они заставляют слабых магических зверей идти на верную смерть? Кунжи слегка улыбнулся и сказал, о, это совершенно не странно. Ведь драконы не знают, что фактически вся нежить находится во власти пространственной фермы. По их мнению, немертвые контролируются за счет магической и духовной энергии младшего Джао и, поступая таким образом, они хотят истощить его. А как только это произойдет и нежить ослабнет, драконы немедленно атакуют. Джао же слегка улыбнулся и сказал, если драконы действительно так думают, то это нам только на пользу. Но, боюсь, пока мы будем сражаться с магическими животными со всех гор Аккра, сами драконы могут просто сбежать. Грин кивнул и сказал, если драконы и в самом деле выставят против настолько магических зверей, то все станет намного более хлопотным. Но так как битва происходит в горах Аккра, они полностью лишатся своей репутации, и тогда людские империи также не побоятся выступить против них. Джао кивнул и сказал, но, я думаю, что церковь света не станет сидеть сложа руки. Она определенно начнет подталкивать богов начать вторжение как можно раньше. Ведь светлые маги отлично понимают, что они также являются нашими врагами, и после драконов мы возьмемся уже за них. Кун кивнул и сказал, похоже, нам следует приготовиться как минимум к десятку крупных сражений. Несколько человек вздохнули и продолжили есть, но уже в весьма угрюмом настроении. После ужинать же основа стал наблюдать за битвой, но уже из пространственной виллы. Вот только особо ничего не поменялось. Магические животные все еще атаковали словно сумасшедшие. Впрочем, теперь это были звери 4, а иногда даже 5 уровня. Но нежить 9 уровня не ощущала особой разницы. Для нее что сейчас, что раньше животные не представляли особой опасности. Посмотрев на атакующих магических зверей и темное небо, Джао нахмурился и сказал, уже практически стемнело, неужели драконы так и не поняли, что это бесполезно. Грин также нахмурился и сказал, да, это действительно весьма странно. Они почему-то не собираются менять свою неэффективную тактику, но это же неправильно. Кун же покачал головой и сказал, не думаю, что драконы не знают, что делают. Возможно, как раз в это время они готовятся сбежать с горы Аккраи. Для того, чтобы выиграть время, просто замедляют нас, Джао кивнул, но его лоб все еще хмурился. Я всегда чувствовал, что здесь что-то не так, думаю, нам следует ускориться и решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Естественно, никто из старейшин не возражал против этого. К тому же, сейчас в пространственной ферме находилось множество трупов различных зверей, так что им ничего не мешало значительно увеличить количество нежити. Ранее глава клана Будда не поступал подобным образом, так как на них нападали исключительно низкоуровневые магические звери. Но в последнее время на них нападали животные пять уровня, с которых уже можно было бы создать полноценную нежить девять уровня. Так что Джао достал из пространственного амбара всю свою нежить, а также поднял недавно убитых магических животных. В горах Аккра проживало довольно много зверей, так что сейчас в пространственном амбаре Джао находилось более 10 миллионов животных второго уровня. Что же касается четыре-пять уровней, то их количество перевалило за 20 миллионов. Так что теперь, когда начнется вторжение богов, Джао будет что противопоставить небожителям. Но сейчас самое важное, как можно быстрее разобраться с драконами. Ибо Джао чувствовал, что при обычных обстоятельствах его враги уже давно бы прекратили просто заваливать его магическими животными. Безусловно, все это время больше всего были ошарашены авантюристы, что до сих пор шли за нежитью. Ведь какое-то время назад они перестали находить тела магических животных. Битва все еще кипела, но трупов почему-то больше не было. Впрочем, Джао совершенно не волновало, о чем думают авантюристы. В этот момент он наращивал свою армию и стремительно продвигался вперед. Естественно, бой кипел не только на земле, но и в воздухе. Но костяные драконы вмиг расправлялись со всеми врагами. С увеличением количества нежити, армия Джао продвигалась вперед все быстрее и быстрее. Они все приближались к гнезду драконов. Вот только теперь их атаковали магические животные 8 уровня, с которыми уже было довольно нелегко справиться. Они не погибали до тех пор, пока не лишались конечностей или головы. Однако, сейчас самого Джао волновал совершенно другой вопрос, где драконы, впрочем они до сих пор никак не проявили себя. И вот, когда небо начало светлеть, в горах Аккра больше не осталось магических зверей. На данный момент армия Джао состояла из 10 миллионов немертвых. Однако, все оставалось по-прежнему. Драконы так и не появились, а глава клана Будда уже не понимал, что, черт возьми, происходит. На самом деле горы Аккра являлись потухшим вулканом, а гнездо драконов находилось в одном из кратеров. Но все же здесь было намного теплее, чем на других вершинах. На дне кратера находилось довольно глубокое, но не широкое озеро. Жили же драконы в сети различных пещер, часть из которых была выдолблена вручную. Джао был полностью уверен в этом, так как некоторое время назад оправил сюда свой кровавый призрачный посох, чтобы внимательно рассмотреть, как же и где живут драконы. Однако, когда нежить наконец вошла в гнездо драконов, Джао просто не мог поверить своим глазам. Но ведь это же просто невозможно. В кратере потухшего вулкана не было ни единого дракона. Глава 673. Драконы уничтожены. Грин остался в пространственной ферме и следил за происходящим при помощи экрана. А Джао снова, сформировав матричный массив, продвигался к вершине гора Аккра. Но даже оказавшись на месте, они так и не увидели драконов. Глава клана Будда смотрел на абсолютно пустой кратер. Неужели драконы действительно сбежали? Так ничего и не обнаружив, глава клана Будда сразу уже призвал монитор, чтобы более детально рассмотреть все вокруг. Как оказалось, все пожитки драконов были на месте. Джао немедленно начал осматривать все вокруг при помощи монитора. Он хотел посмотреть, бегут ли драконы, или произошло что-то еще. Глава клана Будда считал, что ему определенно удастся найти подсказку. И, конечно же, он нашел нечто странное. Монитор по какой-то причине не мог видеть, что же находится в озере. Безусловно, подобное заставило Джао немного удивляться. Ранее подобное уже происходило из-за огромного магического массива и ядра демонического зверя. Но неужели на дне озера также есть нечто подобное? Подумав об этом, Джао немедленно спрятал большую часть нежити в пространственном амбаре, оставив только морских обитателей, а затем, разместившись внутри чешуйчатого кита, начал погружаться на дно озера. Естественно, монитор все же отображал все в определенном радиусе, даже в озере. Но сейчас Джао мог видеть только все на расстоянии в 500 метров, а не несколько километров, как обычно. Это озеро не очень большое или, по крайней мере, казалось таковым, если смотреть на него с суши. Но в нем вполне спокойно поместилось целых 100 неживых существ. Вся нежить также сформировала небольшой квадрат, чтобы защитить Джао, а затем они начали погружаться. Вот только озеро к большому удивлению Джао оказалось каким-то слишком глубоким. Спустя 10 минут, Джао уже должен был давно достигнуть дна, но он погрузился на 10 километров, однако перед ним все также зияла бездонная бездна. Но как озеро может быть настолько глубоким, Джао стало еще более любопытно и он с нетерпением медленно опускался вниз. Естественно, глава клана Будда продолжал смотреть на монитор, а иногда поднимал глаза и осматривал все вокруг, но не видел ничего особенного. Однако он чувствовал, что здесь что-то не так. Глава клана Будда подумал об этом и, наконец, понял, что же изменилось. Озеро становилось все шире. Ранее он видел скалы, что ограничивали его, но не сейчас. Джао немедленно остановил погружение и тут же приказал нежити найти берега. Это заняло довольно много времени, похоже озеро было похоже на кувшин с узкой горловиной и широкой основой. Джао все больше интересовался этим озером. Он приказал нежити продолжить медленно погружаться. В данный момент его весьма тревожил тот факт, что даже после 10 километров они так ничего и не обнаружили. Тем временем Джао обнаружил еще одну странность, в озере не было магических животных, да, что там, здесь даже водоросли не росли. Что ни говори, а это действительно очень странно. С другой же стороны, так как в озере не было ни рыб ни растений, удобнее всего его можно было осматривать своими собственными глазами, а не через монитор. Внезапно Джао заметил что-то, в месте, где не намного ниже его текущего местоположения находился слой черного газа, однако монитор в упор не замечал его. Так что Джао приказал киту подплыть поближе, вскоре оказалось, что черный газ это не ил у самого дна, а какой-то магический щит. Глава клана Будда нахмурился, он почувствовал, что этот щит довольно непрост, ведь он мог блокировать пространственный экран фермы, что довольно сложно. Но зачем он на дне озера? Джао, покинув тело кита, оказался у самого щита и прикоснулся к нему рукой. Но ему не удалось до него дотронуться, так как его ладонь прошла сквозь черный туман. Похоже этот щит ничего не задерживал, а его основная задача – это скрывать то, что находится за ним. Поняв это, Джао вернулся в кита и направил его прямо в щит. Как оказалось, тот не очень толстый, но очень темный. Джао ничего не видел, пока находился внутри него. Таким образом он преодолел не менее двух метров. А затем ему в глаза ударил яркий свет. Но то, что он увидел перед собой, стало для него настоящим сюрпризом. Пространство за щитом оказалось невероятно большим. Оно было таким же огромным, как вся гора Аккра. В этом огромном пространстве находился магический массив невероятных размеров. Эта загадочная магическая тайна состояла из бесчисленных магических символов. Но больше всего Джао удивился тому, что эти символы кроваво-красные, и в них течет кровь. В этом огромном магическом массиве находились все драконы, в общей сложности более 10 000. Но положение их тел на этом магическом массиве также было весьма необычным. Помимо драконов, здесь же находились и полукровки. Вместе с драконами они образовывали огромное лицо дьявола. Джао хорошо видел, что как драконы, так и полукровки уже мертвы. Ведь у каждого из них на шее была большая рана, и их кровь постепенно собиралась в символах этого магического массива. Джао сейчас находится в небе над этим магическим массивом. Щит был черным, если смотреть на него из озера, но сейчас он кроваво-красный, с него капала какая-то жидкость и сразу же сливалась с магическими символами. Если же капля не попадала на символ, то просто текла к ближайшему. Джао Хай нахмурился и почувствовал, что внутреннее пространство действительно весьма странное. Хотя здесь все было довольно ярким, красный цвет оказывал на людей весьма гнетущее давление. Джао протянул руку и поймал каплю красной жидкости, а затем понюхал ее. Безусловно, это была кровь. После того, как Джао понял это, его лицо стало еще более уродливым. Джао повернулся, чтобы посмотреть на это огромное пространство. Кровь падала, словно дождь. Стоит признать, глава клана Будда никогда не видел столько крови в одном месте. Джао нахмурился и махнул рукой, и из нее вылетел темный туман, что потом устремился к ближайшему телу драконов. Глава клана Будда собирался превратить его в нежить, чтобы узнать, что, черт возьми, происходит. В этот момент внезапно раздался крик, а затем кто-то прокричал «Да как ты смеешь?». После этих слов из щита вылезла огромная кровава красная рука и заблокировала черный туман. Джао, увидев это, ошарашено замер. Похоже эта большая рука явно состояла из крови и она способна нейтрализовать его магию. А это значит, что тот, кто использовал ее, действительно невероятно силен. Однако глава клана Будда не собирался так просто отступать. Он громко выкрикнул «Кто здесь?» «Сейчас же покажись!» «Ха-ха-ха!» Прозвучал чей-то смех, а затем существа внезапно вышли из щита. Когда Джао их увидел, то его глаза просто не могли не сузиться. Тела представших перед ним существ были довольно высокими и мощными. Они носили одежду из кожи животных. На голове росла парочка изогнутых рогов, как у Аргали. На руках имелось шесть пальцев с долгими острыми когтями. Довольно большие крылья и невероятно длинный хвост со стрелоподобным концом. В этот момент в голове Джао внезапно раздался голос Каир «Молодой мастер — это дьяволы, очень мощная раса в мире демонов. Фактически именно они и управляют миром демонов». После этих слов глаза Джао еще больше сузились. «Не думал, что неожиданно встречу здесь нескольких дьяволов из демонического мира. Но что вы тут делаете?» Услышав эти слова, лидер демонов засмеялся и сказал «Никогда бы не подумал, что в этом мире есть все еще кто-то, кто знает, как выглядят демоны. А ты весьма интересный парень», Джао же, посмотрев на дьяволов, произнес «Почему вы здесь? Неужели мы сейчас в пространственной трещине?» Дьяволы посмотрели на Джао и радостно засмеялись «Ты очень умный и, похоже, сердишься, но как бы то ни было, я должен поблагодарить тебя за помощь в уничтожении магических животных на горе Аккра». Джао, естественно, весьма удивился необычной реакцией дьяволов и просто не мог не спросить, что ты имеешь в виду. Дьявол, посмотрев на Джао, сказал «Тебе уже не суждено отсюда уйти, но ты абсолютно прав. В этом месте действительно находится пространственная трещина, что соединяет мир людей и мир демонов». Глава 674. Массив крови. Хотя такого рода вещи не были чем-то новым для континента Арк, услышав подтверждение из уст демона, Джао все равно оказался ошеломлен. Он не ожидал, что это действительно окажется правдой. Естественно, дьяволы не могли не заметить удивленное лицо Джао, так что один из них засмеялся и сказал «Когда несколько веков назад мы обнаружили эту пространственную трещину, то отправили в нее экспедицию и с удивлением поняли, насколько это мир лучше нашего. Здесь солнечно, тепло, много магических животных и растений, но он занят какими-то низкоуровневыми существами. Подобного мы не могли простить и поэтому начали священную войну». Разумеется, после подобных слов в глаза Джао они могли не запылать гневом. А затем он сказал «Не имея возможности получить поддержку небесных дьяволов, ваша армия получила сокрушительное поражение от альянса низкоуровневых существ. Даже более того, обитатели континента Арк на долгие годы надежно запечатали все пространственные трещины, и вы ничего не могли с этим сделать». Вот только когда речь зашла о трещине в пространстве, дьявол с гордостью сказал «Трещина в пространстве довольно небольшая и после того, как мы тщательно ее скрыли, люди даже не замечали, как мы время от времени приходили в ваш мир». И вот несколько лет назад его величество решил подготовиться ко второму джихаду. Но для этого необходимо полностью открыть пространственную трещину. Однако, снять печать с нашей стороны довольно сложно, именно поэтому мы и решили воспользоваться этим кровавым массивом. Но для его работы необходимо просто огромное количество крови, и именно поэтому мы действуем здесь в горах Аккра, где полно магических зверей и драконов. После этих слов дьявол улыбнулся и снова продолжил. «Для этого плана мы сначала выкопали это пространство под горами Аккра, а затем создали кровавый массив». Естественно, что подобное заняло довольно много времени, практически целое тысячелетие. Разумеется, мы отлично знали, что именно драконы ближе всего к богам и являются самой могущественной расой на континенте Арк. Так что вполне логично, что их стоит нейтрализовать первыми. Однако, когда мы уже были готовы начинать, ты совершенно внезапно сам атаковал горы Аккра и уничтожил для нас всех магических животных, что здесь обитали. Поэтому, если честно, я очень признателен тебе за всю проделанную работу. Поверь, мы обязательно по достоинству отблагодарим тебя, когда захватим этот мир. После этих слов лицо Джа стало еще более уродливым. Да, он хотел уничтожить драконов, но никак не ожидал, что тем самым окажет настолько огромную услугу демонам. И тем более поможет им реализовать тысячелетний план. А тем временем дьявол, посмотрев на главу клана Будда, еще более довольным голосом произнес, с помощью этой крови мы создадим огромную пространственную трещину, и армия демонов очистит этот мир от низкоуровневых существ. На что Джа холодным голосом ответил, можешь даже не мечтать. Ваши небесные дьяволы ведь все еще не способны попасть в этот мир. А без них вы ни на что не способны. Полагаться же только на армию, это слишком наивно. Дьявол же не менее холодно сказал, «Ты действительно думаете, что армия людей сумеет одолеть демонов? Мы все буквально выросли в жестоких битвах и являемся опытными ветеранами. Как люди смогут нас остановить?» В ответ Джа вздохнул и произнес, «Только в моих руках уже более чем 10 миллионов нежити. Этого вполне достаточно, чтобы остановить ваши вторжения даже без помощи людей». Вот только услышав это, дьявол радостно засмеялся, «Да, твоя сила действительно впечатляет, но это ничего не меняет. В армии демонов тоже имеется много неживых существ и далеко не слабых. К тому же, сегодня ты все равно умрешь, так что от твоих 10 миллионов немертвых не останется и следа. А разрозненные государства людей никогда не смогут остановить демонов». Джа в ответ прохрепел, «Почему ты так уверен, что оставишь меня?» Услышав это, дьявол засмеялся и сказал, «Я знаю, что ты владеешь пространственной магией и у тебя много нежити, но эта кровь способна блокировать любую магию, или иными словами призвать нежить ты не сможешь. Да, у тебя 9 уровень, но у нас тоже. Так что тебе отсюда уже никогда не уйти». Джа же холодно улыбнулся и сказал, «Я бы не был так уверен в этом». «Но сегодня мне стоит поблагодарить вас за то, что вы так много рассказали. А сейчас я превращу вас в нежить, и вы станете частью моей армии». После этих слов Джа взмахнул рукой, и в этом огромном пространстве появилось большое количество нежити, что тут же помчалось к дьяволам. Когда дьяволы увидели немертвых, то не могли поверить собственным глазам, а их лидер судорожно прокричал, «Невозможно, почему ты все еще можешь призывать нежить, ведь это пространство просто переполнено магией крови». Джа же холодно улыбнулся, «Неужели ты действительно думал, что я как пространственный маг еще не подвергался подобным уловкам? Если бы мне не удалось устранить эту слабость, то меня уже давно бы убили как минимум несколько раз». Лидер дьяволов печально посмотрел на Джа, продолжая блокировать атаки нежити, «Даже если теперь ты все знаешь, это ничего не меняет. Кровавый магический массив уже заряжен и довольно скоро покажет всю свою мощь». После чего армия демонов очистит этот мир. Джа же холодно ответил, «Я уже знал, что ваши демоны собираются напасть, просто не ожидал, что это произойдет настолько быстро. Впрочем, даже сейчас я все еще могу немного отстрочить ее». Глава клана Будда вновь махнул рукой, и все драконы, а также полукровки превратились в нежить. Когда дьяволы увидели это, на их лицах появилось разочарование. Они прекрасно понимали, что хотя магический массив готов, размер пространственной дыры в основном будет зависеть от того, сколько качественной крови будет в него влито. Но сейчас, когда драконы превратились в нежить, естественно, что поток красной жидкости, идущий от них, прекратился. Впрочем, сейчас дьяволы уже ничего не могли с этим сделать. Им оставалось только бессильно заскрежетать зубами. Однако, они также понимали, что не могут потерпеть неудачу, иначе армия демонов никогда не сможет напасть на континент Арк. Похоже, эта мысль пришла в голову одновременно всем дьяволам, так как они встали вокруг своего лидера и защищали его от нежити, пока тот читал какое-то заклинание. Джао понимал, что скорее всего дьяволы решили переместить магический массив в другое место. Так что он приказал драконам, что превратились в нежить, атаковать этот кровавый массив, но их удары оказались совершенно бесполезны. Этот кровавый массив, похоже, вообще на них никак не реагировал. Однако, если дьяволы преуспеют, то нападение демонов произойдет уже в ближайшее время. Поэтому Джао начал действовать сам, ведь он находился на более высоком божественном уровне. Тем не менее, глава клана Будда был вынужден признать, что дьяволы невероятно могущественны. Его нежить 9 уровня, обладая численным преимуществом, никак не могла одолеть их. Дьяволы раз за разом полностью блокировали ее атаки. Неудивительно, что даже драконы не сумели справиться с ними. Джао отлично понимал, что не может ждать. Посох в его руках мгновенно превратился в кроваво-красный меч, а затем его фигура появилась рядом с одним из дьяволов и глава клана Будда нанес стремительный удар в шею противника. Однако тот успешно уклонился и контратаковал. Его два длинных рога внезапно врезались в живот Джао, а длинный хвост словно змея устремился к сердцу. Но и Джао не медлил, он мгновенно разорвал расстояние и нанес удар своим мечем, в результате которого дьявол оказался фактически разрублен пополам. Но затем главу клана Будда ждал еще один неприятный сюрприз. Все дело в том, что дьявол не умер мгновенно, его руки поймали клинок Джао, а хвост все-таки нанес удар прямо в сердце. К счастью, глава клана Будда никогда не лез в бой, не покрыв свое тело кристаллами. Однако это и в самом деле было невероятно неожиданно. Джао даже за мер на мгновение, он не думал, что дьяволов настолько трудно убить, их жизнеспособность просто невероятно, даже лишившись головы, они все еще могут нанести последний удар. Однако это не значит, что глава клана Будда начал бояться их. Он мгновенно превратил свой меч в короткий, затем отбил хвост соседнего врага и нанес ему стремительный удар в живот. После чего вернул своему клинку оригинальный размер. Глава 675. Семь дней. Джао совершенно не волновали те дьяволы, что получили серьезные ранения и еще не умерли. Он считал, что все равно жить им оставалось считанные мгновения. Глава клана Будда был абсолютно прав. Демоны действительно всегда жили в невероятно жестоком мире, и поэтому их жизненная сила очень огромна. Так что, даже получив смертельное ранение, они умирали лишь после того, как нанесут последний удар по своему противнику. Лидер дьяволов, видя, как к нему приближается Джао, все равно не прекращал читать заклинания. Даже его тело не сдвинулось ни на миллиметр. Естественно, подобное было на руку главе клана Будда, так что он одним ударом пронзил его горло. В тот же момент дьявол перестал бормотать заклинания. В его рту появилась кровь, но на лице сияла улыбка. Взглянув на Джао, он победно произнес, без крови магический массив абсолютно бесполезен, но теперь ее здесь более чем достаточно. Так что просто жди, наша армия сумеет отомстить за нас. Джао холодно посмотрел на дьявола, твое заклинание должно быть саморазрушительным, верно? И его главная цель это нанести мне как можно больше урона, чтобы моя кровь также наполнила магический массив. Идея довольно неплохая, но ты недооценил мою собственную силу. После этих слов с лица дьявола исчезла улыбка. Заклинание, которое он только что прочитал, действительно является саморазрушительным и, как результат, происходит мощный взрыв. Это заклинание может сконцентрировать силы нескольких демонов, увеличивая свою мощность. Так что дьяволы намеренно игнорировали Джао, чтобы он подошел как можно ближе. Но это не значит, что если глава клана Будда остался бы на месте, план провалился бы. Истинная цель дьяволов состояла в том, чтобы наполнить магический массив своей собственной кровью, тем самым обеспечив ему надлежащую мощность. Однако он не думал, что Джао будет знать об истинном назначении этого заклинания. А ведь демоны и люди не воевали уже несколько тысяч лет. Так откуда же какой-то черный маг, пусть и весьма могущественный, мог знать об этом? Джао посмотрел на дьявола и сказал, удивлен, почему я знаю это. «Естественно, я мог бы просветить тебя, но, боюсь, у нас осталось не так уж много времени». После этих слов Джао ушел на значительное расстояние от дьяволов. Причина, по которой Джао знал это, безусловно, потому что ему рассказала об этом Каир. Разумеется, она очень много знала о мире демонов и о том, как живут дьяволы. Так что понять, какое именно заклинание будет использовано, не составило для нее никакого труда, в течение этих лет Каир наблюдала за всем в мире демонов. Поэтому совершенно неудивительно, что она знала о его обитателях больше, чем они сами о себе. Этот кровавый массив весьма характерен для демонов, это очень злая, но мощная сила, но вся ее мощь направлена на ткань мироздания, а не на сам мир. Эта магическая формация также называется первично-вторичной формацией, так у магического массива имеется две части. Первая, кровь. Вторая, пространство, где он размещается. Кровь эквивалентна энергии или скорее даже топливу. В то время как пространство является своеобразным насосом, что собирает кровь и насыщает магический массив. Однако, ничего не будет работать, если не создать сам изначально пустой массив. Но самое главное то, что этот магический массив необратим и не может быть прерван. То есть, после того, как он установлен, магический массив обязательно окажется активирован. А вот его эффективность полностью зависит от количества крови. Чем больше крови, тем больше сила магического массива. Судя же по тому, сколько крови собрал этот массив, эффект должен быть просто невероятно мощный. Для того, чтобы зарядить кровавый массив, у вас есть всего 7 дней, по истечению которых он активируется. Если же его уничтожить, то активация происходит мгновенно. Именно поэтому, как только Каэр сообщила этот нюанс, Джао немедленно приказал драконам больше не трогать магический массив. А так у него хотя бы было целых 7 дней, чтобы подготовиться. Причина же, по которой Джао атаковал дьяволов, заключается в том, что он хотел проверить, насколько же они сильны. Это было крайне важно, чтобы остановить их вторжение. Как оказалось, все, с кем он встретился, эксперты 9 уровня, вот только по словам Каэр их статус в мире демонов не так уж высок. Можно сказать, что практически вся армия демонов состоит из солдат 7-9 уровня. В этом случае у обитателей континента Арк могут возникнуть невероятно серьезные проблемы. Думая об этом, Джао тяжело вздохнул. Он рассчитывал сначала сразиться с богами, а уже потом заняться демонами. Однако, похоже, сначала ему придется разобраться именно с демоническими тварями. Но несмотря на все это, Джао ни минуты не сожалел, что уничтожил всех магических зверей в горах Аккра. Да, этим он помог демонам, однако, так как последние сумели совершенно тихо устранить драконов, то и самостоятельно убить всех животных для них не составило бы никакого труда. Сейчас же у Джао довольно много работы. У него всего 7 дней, чтобы подготовиться к битве с армией демонов. Но и это довольно неплохо, так как в противном случае ему пришлось бы сражаться прямо сейчас. Тем временем активировалось саморазрушающее заклинание, и произошел невероятно мощный взрыв. Джао не стал на этот раз полагаться исключительно на кристаллизацию, так как не хотел опять остаться голый. Так что глава клана Будда создал магический щит, чтобы защитить себя от взрыва. Саморазрушительная сила этих дьяволов оказалась действительно велика. Щит Джао получил просто колоссальный урон. Естественно от самих дьяволов ничего не осталось, а их кровь впиталась в магический массив. А это значит, что он стал еще более мощным. Джао вздохнул и отправился в пространственную ферму. Грин все так же сидел в гостиной, но теперь его лицо казалось невероятно кислым. Остальные члены клана Будда также уже знали о произошедшем. Джао вошел в гостиную и, посмотрев на старика, сказал «Дедушка Грин, тебе следует вернуться в черную пустошь и начать готовиться. Нам сейчас жизненно необходим надежный тыл, где мы сможем разместить очень много беженцев». Грин кивнул, а Джао обратился к Куну. «Дедушка Кун, вы также отправляетесь на Золотой остров, чтобы подготовить его. Убедитесь, что все наши корабли готовы к войне. А Золотой остров сможет стать нашей крупнейшей перевалочной базой». Кун тоже кивнул, а Джао вздохнул и достал рыбу с мску. После чего произнес «Ваше величество, вы меня слышите?» «Если слышите, то, пожалуйста, ответите». Глава клана Будда собирался связаться с королевой русалок, и через некоторое время ему ответили «Да, я вас слышу, что-то случилось». Джао вздохнул и рассказал о демонах и кровавом массиве. После того, как он закончил говорить, то, обращаясь к королеве, произнес «Я надеюсь, что вы будете готовы. Похоже, война начнется уже через несколько дней. Надеюсь, народы моря смогут хоть на некоторое время покинуть свои воды, чтобы оказать нам поддержку». Королева не ожидала, что события начнут развиваться настолько стремительно, но тем не менее сразу же сказала «Хорошо, пожалуйста, будьте уверены, я немедленно займусь этим вопросом, и армия Марии вплотную приблизится к суше». Джао кивнул и сказал «Хорошо, я весьма благодарен вам за предоставленную помощь, а сейчас прошу меня простить, но мне необходимо сообщить о произошедшем всем остальным». В ответ же королева произнесла «Мистер Джао, пожалуйста, позаботьтесь о себе. Вы очень важны как для людей, так и для всего континента Арк. Так что не рискуйте зря». На это Джао спокойно ответил «Пожалуйста, будьте уверены, я сумею защитить себя, до свидания». После этого разговора глава клана Будда сообщил королю зверей о произошедшем и попросил того начать готовиться к предстоящей войне. Впрочем, зверолюди всегда готовы к хорошей драке, так что королю оставалось лишь распространить эту новость по всей прерии. Затем таким же образом Джао связался с королевой эльфов и патриархом гномов, а потом, покинув пространственную ферму отправился прямиком в королевский дворец империи Розы. У Джао не было много времени, чтобы тратить его попусту. У него оставалось только семь дней, чтобы создать силу способную противостоять невероятно могущественной армии демонов, а семь дней это очень и очень мало. Желая как можно меньше тратить время на пустые разговоры, Джао отправился к тому, кто скорее всего мог ему поверить. Но, естественно, глава клана Будда не стал идти с пустыми руками. Он взял с собой усвиток с подписями всех правителей нелюдей. Глава 676. Началось. Безусловно, благодаря пространственной ферме глава клана Будда мог появиться прямо в кабинете у короля империи Розы, но он не стал этого делать. Ведь хотя обстановка в кабинете короля кажется довольно спокойной, но на самом деле вместе с ним всегда несколько невидимым стражей, да и Евнух, стоящий за дверью эксперт семь или восемь уровня. Более того, возле короля всегда находился истинный мастер скрытности и, похоже, очень умелый убийца. Однако, так как он не пытался напасть на отца Луизы, Джао решил, что это еще один охранник, просто гораздо более умелый. Так что, появившись в укромном уголке дворца, глава клана Будда подошел к старой леди, что сидела в приемной и сказал «Пожалуйста, сообщите тестью, что Джао Будда должен обсудить с ним крайне важный вопрос». Разумеется, старая леди уже неоднократно видела Джао и поэтому тут же ответила «Хорошо, пожалуйста, подождите несколько минут». После этого она вошла в кабинет короля, но уже через пару мгновений вышла и произнесла «Мистер Джао, пожалуйста, проходите, его величество ожидает вас». В ответ же глава клана Будда сказал «Благодарю» и вошел в кабинет. Оказавшись в комнате, Джао посмотрел на короля и сказал «Рад поприветствовать тестья». Старый король не обернулся, чтобы посмотреть на Джао. Вместо этого он спокойным голосом «Джао, я всегда думал, что вы очень размеренный и спокойный человек. Как вы могли поступить подобным образом?» Безусловно, Джао понимал, чем настолько сильно расстроен король. Ведь глава клана Будда сначала взбудоражил все шесть империй, а затем без предупреждения ворвался в королев дворец, так что Джао произнес «Прошу простить меня за доставленные неудобства, но дело, с которым я к вам пришел, необходимо решить как можно скорее». Король посмотрел на Джао и сказал «Забудем об этом. Я знаю, что случилось действительно нечто важное, иначе вы не стали бы так спешить». После этих слов глава клана Будда протянул королю свиток и произнес «Дорогой тесть, пожалуй, вам следует сначала взглянуть на вот это». Старый король кивнул, затем взял свиток и, медленно открыв его, начал внимательно читать. Через некоторое время он отложил его, а затем, посмотрев на Джао, спросил «Так значит вот истинная причина, почему вы решили разобраться с драконами, и что же с ними стало?». На что глава клана Будда глубоким голосом ответил «Мертвы, но не только драконы, а и полукровки, а также все магические звери, живущие в горах Аккра». Услышав это, король осторожно спросил «Неужели все они умерли от твоей руки?». Джао же, натянута улыбнувшись, ответил «Нет, только половина, остальных же убил не я». Старый король посмотрел на Джао и сказал «Пожалуй, эту историю следует выслушать с самого начала». Джао и рассказал о восстановлении божественных артефактов гномов, зверолюдей и эльфов, его путешествии к народам моря, а также о внезапной встрече с демонами. Старый король спокойно слушал Джао, но на последних словах просто не мог не побледнеть. «Вы имеете в виду, что через семь дней к нам явится армия преисподня? Может мы можем как-то уничтожить этот массив и сорвать атаку?» Джао кивнул, а затем, натянута улыбнувшись, ответил «Если мы уничтожим кровавый массив, то добьемся лишь того, что пространственная щель появится мгновенно, а не через семь дней». Король начал судорожно ходить кругами по своему кабинету, но через какое-то время остановился и спросил «А что насчет богов? Вы же только что сказали, что они тоже могут прийти». Джао натянута улыбнулся и сказал «Да, тесть, боги действительно довольно скоро тоже нападут на нас. Именно для того, чтобы создать плацдарм, драконы захватили империю льва, первоначально я хотел дождаться создания союза всех раз нелюдей, а затем рассказать о будущей великой битве вам и всем остальным королям. В этом случае нам было бы довольно трудно, но мы сумели бы одолеть небожителей. Но теперь все пошло наперекосяк, так как драконов уничтожили демоны, а через семь дней их огромная армия вторгнется в наш мир. Но самое обидное, что не уничтожить тех магических зверей я просто не мог, так как они вполне могли бы и сами уничтожить несколько империй. Впрочем, даже если мы попали в настолько серьезную ситуацию, это не означает, что нам следует сложить руки и просто дожидаться своей погибели. Безусловно, мы должны готовиться к предстоящей битве. Старый король посмотрел на Джао и тяжело вздохнул. Оказывается, вы уже долгое время занимаетесь этими вещами. Только подумать, боги и демоны собираются напасть на нас. Похоже, в скором времени в шести империях воцарится настоящий хаос. Но будьте уверены, я немедленно начну готовиться. А что насчет вас? Вам ведь все еще нужно отправиться в другие страны? Джао кивнул и произнес. Да, тесть, я собираюсь отправиться в империю Будхан. Ведь демоническая бездна откроется прямо у их границ. Так что им жизненно необходимо принять соответствующие меры. Тесть, не могли бы и вы поставить свою подпись на свитке, так мне будет гораздо проще доказать свои слова остальным королям. Старый король кивнул. Хорошо, я сейчас же сделаю это. После того, как он это сделал, то передал Джао уже подписанный свиток. Тот взял его и, попрощавшись, просто растаял в воздухе. После того, как глава клана Будда ушел, старый король глубоким голосом сказал. Как ты думаешь, что будет дальше? На что голос ему ответил. Начнется хаос. Старый король кивнул, а затем громко сказал, бейте в боевые барабаны и звоните в главный колокол. Старая леди тут же принялась выполнять это распоряжение. В империи розы били в боевые барабаны и звонили в колокол только в случае их жизни и смерти. Поэтому как только люди в столице их слышали, то моментально начинали действовать. Все власть имущие собирались в королевском дворце, чтобы выслушать распоряжение короля. Джаа же все это абсолютно не интересовало. Он отправился прямо в королевский дворец империи Будхан. Естественно, глава клана Будда не мог появиться прямо возле кабинета короля, ведь его статус в империи Будхан был гораздо ниже, чем в империи розы. Глава клана Будда отлично понимал, что если он появится прямо во дворце, то мгновенно создаст огромный переворот, ведь сейчас его после атаки на драконов опасались практически все правители, так что он появился за пределами дворца. А затем, войдя в место для регистрации, глава клана Будда увидел, что и здесь главной является пожилая дама. Но ей помогало несколько молодых евнухов. Когда Джаа оказался внутри, то тут же, обращаясь к старой леди, произнес, глава клана Будда просит сообщить о его визите королю империи Будхан. Пожалуйста, сообщите это его величеству как можно скорее. Услышав это, пожилая дама весьма удивилась. Безусловно, она слышала о Джаа, но никогда не видела его прежде, и поэтому, посмотрев на него, уточнила, «Вы глава клана Будда, Джаа Будда?» Джаа кивнул и сказал, «Да, это я, пожалуйста, сообщите о моем визите его величеству как можно скорее. Мне необходимо обсудить с ним невероятно важный вопрос». Естественно, старая леди не могла пренебрегать Джаа, и поэтому тут же сказала, «Не волнуйтесь, мы сейчас же все организуем. Пожалуйста, присядьте и отдохните». Затем она принялась записывать Джаа в журнал посетителей, предварительно отправив одного из евнухов сообщить о его визите королю. Подобное поведение было вполне нормальным, ведь статус Джаа в империи Буддхан довольно невысок. Он всего лишь самый обычный торговец, что поставляет магических зверей. Но у него с королем довольно неплохие отношения. Так что подобные просьбы об аудиенции с его стороны вполне нормальны. Но самое важное сейчас это слухи, согласно которым глава клана Будда отправился в империи Льва и за считанные часы убил более 40 драконов. Что ни говори, а подобное свершилось впервые за всю историю человеческой расы. Поэтому никто в империи Буддхан не посмел бы оскорбить его или даже начать смотреть свысока. Через некоторое время молодой евнух вернулся и произнес, «Мистер Джаа, пожалуйста, проходите, его величество ожидает вас в своем кабинете». Глава клана Будда кивнул и последовал за молодым евнухом. Королевский дворец империи Буддхан, как и дворцы других стран, был довольно большой, поэтому без посторонней помощи чужаку в нем было довольно сложно сориентироваться. Когда они подошли к двери кабинета, охранник, стоявший возле нее, сказал «Прошу, проходите, вас уже ждут». Джаа кивнул, а затем вошел в комнату. Когда он оказался внутри, король империи Буддхан посмотрел на него, а затем сказал «Мистер Джаа, почему вы так спешили встретиться со мной? Произошло нечто важное?» На что глава клана Будда ответил «Рад поприветствовать ваше величество, и вы абсолютно правы. Мне действительно необходимо обсудить с вами весьма экстренный вопрос». Король же с улыбкой сказал «Мистеру Джаа, не стоит быть таким вежливым, пожалуйста, присаживайтесь и рассказывайте». Джаа поблагодарил короля, а затем передал ему свиток и сказал «Пожалуйста, ваше величество, посмотрите вот на это. А уже потом я расскажу вам все более детально». Король с улыбкой взял свиток, но по мере того, как он его читал, лицо монарха становилось все более уродливым. Сразу было видно, насколько же он потрясен его содержимым. А затем, отложив свиток, король империи Буддхан спросил «Мистер Джаа, неужели все это на самом деле правда?» Глава клана Будда кивнул и ответил «Неужели вы думаете, я стал был гать о настолько важном событии? Ваше величество, именно из-за этого я и атаковал драконов. Однако, все закончилось совершенно нет так, как я ожидал». После этих слов Джаа рассказал о демонах и их грядущем вторжении. Когда же он закончил, король империи Буддхан был даже не бледным, а практически зеленым. Глава 677. «Вы разве не можете оставить нас в покое? Что можно успеть сделать за семь дней?» Если бы на этот вопрос отвечал обычный человек, то, безусловно, сказал бы, что успеет сделать довольно много, но для короля, чья страна в скором времени будет атакована мощной армией, этого времени слишком мало. Именно это чувствовал король империи Буддхан. Всего за семь дней он не успеет предпринять ничего существенного, и сейчас он просто не знал, что ему делать. А тем временем Джаа покинул империю Буддхан и отправился в империю Аксу, чтобы рассказать Борису о последних событиях. Да, эти двое ненавидели друг друга, но Борис управлял империей Аксу, и перед лицом всеобщей угрозы Джаа не мог не известить его. Безусловно, эта встреча прошла весьма тяжело для обеих сторон, однако иначе глава клана Будда поступить не мог. Разобравшись с Борисом, Джаа должен был вернуться в империю Льва, но сейчас страной фактически управляли великие дворяне, так как королевскую семью полностью истребили драконы. Вот только в глазах дворян империи Льва правит сам Джаа, так как именно он уничтожил всех драконов, но Джаа не перенесся из пространственной фермы прямо в столицу империи Льва, вместо этого он, стоя на черепе костяного дракона, полетел к ней. Когда Джаа отправился в столицу, он внезапно обнаружил нечто невероятное. Обычные люди приветствовали его. Безусловно, эта ситуация выходила за рамки ожиданий Джаа. Он не думал, что мирные жители здесь, в империи Льва, начнут вести себя подобным образом, ведь, по его мнению, он ничего не сделал для них. Так к чему все эти приветствия? Просто Джаа не знал, что за те несколько дней, что драконы управляли империей Льва, полукровки умудрились без особых на то причин убить множество простолюдинов, так что совершенно неудивительно, что мирные жители ненавидели драконов. Но так как последние считались непобедимыми, никто из людей не решался хоть как-то противостоять им. Однако их весьма порадовал тот факт, что Джаа избавился от драконов, ну чем не повод для радости. Джаа прилетел прямо к королевскому дворцу, когда же он приземлился на дворцовую площадь, крупные аристократы сразу уже поприветствовали его. Нет, они не жили во дворце, а просто работали в нем. Услышав же о прибытии Джаа, они вышли поприветствовать его. Джаа посмотрел на крупных аристократов, стоящих перед ним и кивнул. Пойдемте со мной в главный зал. Мне нужно кое-что вам рассказать. А затем, спрыгнув с дракона, он направился во дворец. Дворяне посмотрели на Джаа и не проявили никакой враждебности. Напротив, все они даже обрадовались. По их мнению, раз Джаа пошел в главный зал Империи Льва, значит это эквивалентно официальному определению его статуса. Он готов стать королем Империи Льва. Но если Джаа вернулся, это ведь также показывает, что его битва с драконами закончилась, вероятно ему удалось загнать их обратно в горы Аккра. Великие аристократы даже представить себе не могли, что Джаа действительно может уничтожить драконов. По их мнению, это просто невозможно. Даже если мощь в руках Джаа просто невероятна, драконы самые могущественные существа и одолеть их в их же доме нереально. Джаа отправился в главный зал Империи Льва, за ним шли аристократы. Увидев пустой трон, глава клана Будда вздохнул, но он не сел на него. Вместо этого он повернулся, чтобы посмотреть на великих дворян. Те же, увидев его взгляд, тут же склонили головы. Джаа посмотрел на них и сказал, знаете ли вы, что вы натворили? Вы почти позволили превратить всех жителей континента Арк в рабов. И все ради ваших интересов. За то, что вы сделали, мне действительно хочется всех вас просто поубивать, аристократы все смотрели вниз и обливались холодным потом. Они чувствовали невероятное желание убить их в словах Джаа. Оно было настолько мощным, что они даже не могли дышать. Джаа же лишь фыркнул, а затем, взмахнув рукой, достал свиток, после чего протянул его одному из аристократов, посмотрите на это сами и передайте свиток остальным. Великий аристократ, взяв свиток, начал читать его содержимое, и с каждым словом его лицо становилось все более угрюмым. Естественно, он не мог не осознавать, в насколько сложном положении сейчас оказался весь континент Арк. После подобных откровений ноги великого аристократа просто не могли не подкоситься. Но Джаа было совершенно все равно, он передал свиток следующему человеку, когда же все присутствующие ознакомились с его содержимым, то их лица оказались мраморно-белыми. Джаа же скривился, а затем вздохнул и сказал, я не знаком с империей Льва и не хочу быть королем. Или скорее у меня нет на это времени. Грядет великий хаос, и у вас будет только семь дней, чтобы подготовиться. После этих слов глава клана Бударас сказал дворянам о своей встрече с демонами. Эти дворяне слушали Джаа с открытыми ртами, похоже, что они действительно стали идиотами. Впрочем, винить их в подобном уж точно нельзя, ведь не каждый день узнаешь, что возле твоей страны откроется брешь в преисподнюю. Джаа посмотрел на аристократов и холодным голосом сказал, у вас есть еще семь дней. Вы должны подумать о том, что вы сумеете сделать за это время. Я не могу оставаться здесь, в империи Льва, так как мне необходимо отправиться в империю Будхан, чтобы вместе с ними дать отпор демонам. Что же касается империи Льва, то все зависят от вас самих. Только вы можете решить, как вам поступить, будет ли империя Льва снова бездействовать и погибнет, или же вы сразитесь с демонами и отстаете свое право жить в этом мире. Когда Джаа закончил, великие аристократы просто рухнули, а один из старых дворян воскликнул, Ваше Величество, но вы не можете не позаботиться о нас. Мы знаем, что ошиблись, но мы действительно не знали, к чему это может привести. Однако, если наша страна падет, у нас не будет даже шанса исправить содеянное. К тому же, с сегодняшнего дня вы являетесь королем империи Льва. Поэтому, пожалуйста, останьтесь. Фактически все остальные аристократы также последовали его примеру. А вот Джаа, посмотрев на этих людей, не мог не почувствовать головную боль, теперь у него действительно не было времени, чтобы управлять целой империей. Когда демоны атакуют, то он будет на передовой, ибо его армия нежити на данный момент является самой могущественной на континенте арк. Джаа посмотрел на знать, а затем вздохнул и произнес, у меня действительно нет времени, чтобы управлять империей Льва. Довольно скоро произойдет прорыв демонов, и мне необходимо находиться возле пространственной щели, чтобы хоть немного задержать их и тем самым дать континенту арк собрать все свои силы. Дворяне посмотрели на Джаа, в то время, как он смотрел на них. Безусловно, они понимали, что глава клана Будда прав, но в это время империя Льва действительно неотделима от Джаа. Так как после захвата драконами, аристократы полностью растеряли свой авторитет у простого народа и сейчас, кто бы из них не попытался возглавить страну, это приведет лишь к массовым беспорядкам и хаосу. Слова старого аристократа лишь добавили Джаа больше головной боли. Ведь он тоже хорошо понимал, что старик абсолютно прав. Люди империи Льва действительно потеряли свои сердца, потому что драконы смогли невероятно легко завоевать их страну. Так что сейчас простые обыватели крайне негативно относятся к аристократам. Поэтому, даже если Джаа лично посадит на трон кого-то из них, в стране все равно начнутся беспорядки. Подумав немного, Джаа вздохнул и, глядя на аристократов, сказал, я могу стать королем, но после того, как мы объявим об этом, мне все равно придется отправиться к пространственной трещине. Так что империя Льва по-прежнему будет в ваших руках, но я оставлю своих наместников для поддержания связи и координации наших. Когда великие аристократы выслушали Джаа, то оказались вне себя от радости. Глава клана Будда станет королем империи Льва, но при этом фактически вся власть все равно останется в их руках. Безусловно, это очень хорошая новость, но самое главное, что в их стране не воцарится хаос. Ведь никто не будет выступать против столько могущественного и известного короля. Джаа посмотрел на воспарявших духом аристократов и вздохнул, а затем холодным голосом сказал, подождите несколько минут, а затем попросту исчез. Но затем через несколько мгновений снова появился, но ни один с ним было несколько человек. Довольно высокий мужчина с грубыми чертами лица и красивая девушка, но довольно бледная, похоже ей не здоровилась. Джаа посмотрел на крупных аристократов и сказал, я отправлюсь к пространственной щели, а в это время моими представителями в империи Льва станут Иван и Риана. Так что, если у вас возникнут какие-то вопросы, можете смело обращаться к ним. Глава 678. Это самый особый взлет во всей истории континента Арк. В прошлом Иван и Риана управляли собственным герцогством, так что и с управлением целой странной у них не должно возникнуть никаких проблем. Стоит отметить, что все это время Риана вела дела в империи Аксу не жалея силы как любой слишком увлекшийся чем-то человек, порой забывала поесть и поспать. Так что сейчас она выглядела слегка бледной. Да, и долгая разлука с Джао сказалась на ней не лучшим образом. Безусловно для управления империей Льва было бы более чем достаточно самого Ивана, но в этом случае его власть над дворянами была бы довольно ограниченной, а так благородные будут считать Риану одной из дам Джао и не осмелится выступать против Ивана. Джао очень хорошо понимал, что сейчас крупные аристократы не посмеют обидеть его. То же самое можно сказать и об остальных империях, поэтому если Джао станет королем империи Льва ничего существенного не произойдет. Если же он откажется, местные благородные присоединятся к разным странам и в будущем вспыхнет война за земли империи Льва. Сейчас же явно не время для междоусобной войны. Естественно, хуже всего во время подобного конфликта чувствовали бы себя ни в чем не повинные мирные жители. Так что они могли полагаться только на Джао. С другой же стороны для главы клана Будда это была отличная возможность заслужить уважение и верность целого народа. Так что не воспользоваться подобной ситуацией мог только глупец. Причина, почему Джао не позволил Лауре управлять империей Льва заключается в том, что она никогда подобным не занималась. Хотя Лаура управляла всем кланом Марки и даже кланом Будда, но управление страной это явно нечто иное. И вполне вероятно девушка могла столкнуться с совершенно новой для нее проблемой и как результат не справиться с ней. Кроме того, Джао довольно часто обсуждал с Лаурой различные вопросы, поэтому не мог оставить ее управлять империей Льва. То же самое можно сказать и о Миган с Луизой, а не командующие его армией. Что уж говорить о Мэг и Нир, как они будут управлять страной. Более того, Джао обещал о них позаботиться, поэтому как он мог оставить их в совершенно чужой стране. Так что глава клана Будда был вынужден обратиться за помощью к Ивану и Риане. Разумеется, когда аристократы увидели девушку, то подумали, что это одна из супруг Джао. Так что они тут же уважительно сказали, рады приветствовать королеву. Естественно лицо Рианы при этом не могло не покраснить. Она быстро хотела опровергнуть эти слова, но Джао спокойно произнес это великий герцог Иван и его дочь Риана. Если в будущем вы не сможете справиться с некоторыми вещами, то можете смело обращаться к ним. Крупные аристократы быстро кивнули, а Джао взглянул на них и произнес, хорошо, тогда давайте закончим на этом. Сейчас же необходимо всем объявить о моем восхождении на престол. Затем я передам управление страной премьер-министру Ивану. Ваша же задача, как можно быстрее приготовиться к движению, вся империя льва должна быть готова к участию в войне. Ваша страна всегда была знаменита своей кавалерией, так что вам не о чем беспокоиться. Я выпущу большое количество зверей в первоначальном военном лагере полукровок, где вы сможете их забрать. Вы все поняли? Услышав это, аристократы сразу сказали, как прикажите, ваше величество. Джао кивнул, а затем повернулся и вышел на улицу. Покинув зал, Джаоо снова призвал костяного дракона, а затем взобрался ему на спину, но на этот раз вместе с Иваном, Рианой и великими аристократами. Сейчас дракон не стал взлетать высоко, наоборот, он завис так, чтобы его могли видеть все жители столицы. Во время полета Джао громко прокричал, люди империи льва, я уже убил злых драконов, поэтому вы можете не беспокоиться о них. Однако, как оказалось, они были в сговоре с демонами. И подготовили огромный массив, чтобы начать вторжение на Континент-Арк. Поэтому сейчас мне необходимо быть в том месте, где через семь дней откроется пространственная трещина. Сейчас же я заявляю, что временно занимаю королевский трон, но на время конфликта управлять странной будет премьер-министр Иваны Великие Дворяне. Это была самая необыкновенная церемония коронации в истории Континента-Арк, а также самый неординарный король. Только что заняв престол, он собирался немедленно отправиться в смертельный бой. Естественно, после подобных слов люди, собравшиеся на улицах, начали паниковать, но небольшой рык немертвого дракона сразу же отрезвил их. Джаа знал, что сейчас пришли в движение все страны. Даже более того, Империя Льва была единственной, кто еще не начал готовиться. Однако, в данный момент глава клана Будда мог предпринять только подобные шаги. На что-нибудь более сложное у него просто не было времени. А затем Джаа сказал следующее, не паникуйте, основные империи Континента-Арк, а также расы нелюдей уже знают об этом. И сейчас собирают свои силы, чтобы дать отпор захватчикам. Поэтому не стоит паниковать. Хотя мирные жители все еще были очень напуганы, но под бдительным взглядом нежити они не осмелились возразить. После этого выступления Джаа и все остальные вернулись во дворец. Но затем король Империи Льва отправил дворян успокоить простой народ. Естественно, что аристократы тут же отправились исполнять его приказ. Ведь Джаа был совершенно не знаком с Империей Льва, а это значит, что сейчас им выпал отличный шанс выслужиться перед новым правителем и, доказав свою полезность, получить те или иные преимущества. Глядя на крупных аристократов, Джаа повернул голову и, посмотрев на герцога, сказал, дядя Иван, Риана, мы только временно в Империи Льва. Но на этот раз я действительно должен отправиться к пространственной трещине. Боюсь, если гномы еще более или менее смогут за себя постоять, то дела в Империи Будхан совсем плохи, и она может оказаться полностью уничтожена. Иван же нахмурился и сказал, неужели ситуация настолько серьезная? Но ведь сейчас в твоих руках больше 10 миллионов немертвых, разве этого недостаточно? На что Джаа горько усмехнулся и ответил, мир демонов не только намного больше, чем Континент Арк, но и гораздо более суров. Поэтому его обитатели постоянно воюют друг с другом за весьма скудные ресурсы. Так что боюсь, даже мне не удастся справиться с армией закаленных в многочисленных боях демонов. Иван нахмурился и вздохнул. Хорошо, я займусь делами в Империи Льва, но, пожалуйста, будь осторожен, когда окажешься у пространственной трещины, Джаа кивнул и сказал, я абсолютно не доверяю местным дворянам, поэтому, если заметите какие-то странности, сразу же сообщите мне об этом. Иван улыбнулся и сказал, не стоит так волноваться, одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, некоторое время они будут вести себя тише воды, ниже травы. На что Джаа холодно ответил, но кроме того, у нас все еще остается Церковь Света. Не забывайте, что в последний раз драконы смогли атаковать Империю Льва лишь благодаря ее последователям. Я не верю, что драконы самостоятельно договаривались как с аристократами, так и со стражами границ. Безусловно, к этому приложили руку люди Церкви Света. Может быть они пообещали им какие-либо выгоды. Думаю, многие из присутствующих в зале аристократов и так знали о вторжении богов. Иначе у драконов не было бы так много сторонников в Империи Льва. Иван нахмурился и сказал, но что они могли им пообещать? Ведь война явно не завершилась бы быстрой победой божеств, а это значит, что все, кто помог бы небожителям, очень сильно рисковали. Так что же им могли такого пообещать? Джаа ухмыльнулся и сказал, они могут дать им убежище. Хотя в истории людей нет более или менее точных записей о богах, не стоит забывать, что сама Церковь Света обладает определенной силой и статусом, поэтому она могла пообещать аристократам сохранить их семьи и обеспечить достойную жизнь, когда миром будут править боги. Иван кивнул и сказал, хорошо, не волнуйся, я буду внимательно присматривать за ними. Джаа кивнул и достал рыбку с мску, которую передал герцогу. Вот, при помощи нее вы сможете связаться со мной в любое время. Также я оставлю вам около тысячи немертвых, чтобы вне зависимости от сложившейся ситуации вы смогли защитить себя. Думаю, у моей нежити вполне достаточно сил, чтобы некоторое время сдерживать даже богов. Я же к тому времени успею забрать вас. После этого Джаа посмотрел на Риану и глубоким голосом сказал, Риана, думаю, ты хорошо понимаешь, почему я не мог увидеться с тобой в эти дни. Но знай, что после того, как ситуация на континенте Арк нормализуется, мы решим и наш вопрос. Риана отлично понимала, что имел в виду Джаа, так что ее лицо не могло не краснеть, а затем она мягко кивнула и прошептала, я буду тебя ждать. Глава клана Будда кивнул и произнес, хорошо, дядя Иван, остальное уже зависит от вас. После этих слов Джаа перенесся в пространственную ферму. Глава 679, Демон Джаа, сидя в пространственной ферме, с облегчением вздохнул, а затем взглянул на экран. Сейчас он отображал один из городов Империи Льва. Этот город был довольно известен в Империи Льва, потому что у него имелось довольно уникальное имя, его называли Демоном. Естественно, это не столица демонов, просто он ближе всего находился к бездонной бездне. Одному из запрещенных мест континента Арк, он весьма отличается от города-авантюристов у подножья гор Аккра, так как тут практически нет магических зверей. В этой местности люди охотились на темных тварей, что выбирались из бездонной бездны. Здесь была еще одна особенность. В этом городе проживало невероятно много мастеров темных искусств. Если черный маг сумеет победить несколько темных тварей, его мощь значительно возрастет. Даже церковь света в свои лучшие годы не смела соваться сюда. Потому что здесь слишком много мастеров темных искусств и ремесленников, занимающихся переработкой темных тварей. Для черных магов окрестности являлись святыми местами. Естественно, что множество членов клана Карпичи также находились в этом городе. Но по сравнению с теми черными магами, что подчинялись клану Карпичи, местные жители больше подчинялись Альянсу. Они всегда жили здесь, занимаясь охотой на темных существ, поэтому, были гораздо более могущественными, чем большинство черных магов клана Карпичи. После того, как Джао поговорил с королем империи Бутхан, он попросил Каи рассмотреть местность возле бездонной бездны при помощи кровавого призрачного посоха. Оказывается, здесь по-прежнему много бизнесменов и авантюристов, но теперь сюда же подтягивались и войска империи Бутхан. Вероятно, из-за постоянной войны круглый год вокруг города стояли очень толстые стены, но местами были видны следы повреждений, пятна крови на крепостных зубцах, так что стены выглядели довольно ужасающими. В это время Мэг принесла Джао чашку Киджей, глядя на его замученное лицо, сказала, молодой мастер, отдохни, а я сделаю тебе массаж. Джао обернулся, чтобы посмотреть на Мэг и, слегка улыбнувшись, сказал, что делают остальные. «Почему они не здесь?» Мэг начала осторожно массировать Джао плечи, одновременно рассказывая. «Сестра Лаура проверяет, сколько материала в наших руках и обсуждает с Патриархом Билле их распределение. Меган и Луиза осматривают карту местности». Джао кивнул и осторожно взял Мэг за руку. «Я действительно малость устал, но не могла бы ты немного посидеть со мной». Мэг вздохнула, обошла диван и сила рядом с Джао, а затем нежно положила свою голову ему на плечо. Глава клана Будда выдохнул и вдохнул нежный аромат своей возлюбленной. Мэг также почувствовала, что расслабилась и спросила, «Молодой мастер, а мы сможем победить?» На что Джао ответил, «Да, мы можем, наша судьба только в наших руках. Или, по крайней мере, сбежать мы уж точно всегда успеем». Мэг осторожно кивнула, а затем спросила, «Молодой мастер, но что мы будем делать после того, как отбросим богов и демонов? Вернемся в черную пустошь и будем жить в уединении?» Джао же прохрепел. «Почему мы должны жить в уединении?» «Если нам действительно удастся одолеть демонов и богов, то мы отправимся в другой мир. Нам необходимо раз и навсегда обеспечить безопасность Континента Арк, ведь мы не будем жить вечно, а это значит, что демоны и боги снова нападут на Континент Арк после нашей кончины. Так что нам необходимо защитить будущее наших детей и внуков». После этих слов Мэг густо покраснела, а затем спросила, «Молодой мастер, а ты сейчас ведь вполне серьезно говорил о детях?» Джао слегка улыбнулся, «Я пока ничего не могу сказать об этом. Видишь, мы уже так долго женаты, но до сих пор у нас нет детей». Но самое тревожное в том, что дедушка Грин и бабушка Мереня с нетерпением ждут их появления. «Так что давай как можно скорее вырастим несколько новых веточек на семейном древе». Мэг покраснела и посмотрела на Джао, но никуда не ушла. Вместо этого она мягко оперлась на руки своего возлюбленного и сказала, «Я очень надеюсь, что так и будет. И нам больше не придется переживать о подобных вещах». «Старший брат Джао, ну почему все так плохо? Почему боги решили атаковать?» Джао с горечью усмехнулся. «Из-за честолюбия, в глазах богов Континент-Арк является их источником для войск, и поэтому они должны полностью контролировать его. Чтобы рабы, подготовленные здесь, сражались против их врагов. В глазах же демонов Континент-Арк это огромный торт. Окружающая среда их родного мира слишком плоха, поэтому они хотят занять наш мир. Но, к сожалению, они слишком сильно привыкли воевать и сейчас даже не рассматривают возможность мирного существования с местными жителями. С другой же стороны, они также боятся, что со временем люди станут намного сильнее и сами нападут на мир демонов. Именно поэтому они атаковали первыми». Мэгже озадаченно спросила, «Молодой мастер, но разве Каер не говорила, что мир демонов намного больше Континента-Арк? Тогда каким же образом демоны надеются здесь поместиться?» Джаа же холодно, сказал, «Думаю, у демонов также существует своя иерархия, поэтому на Континент-Арк будут жить только самые высокопоставленные из них. Остальные же так и останутся в своем родном мире или будут осваивать земледелие и животноводство уже здесь. Ведь несмотря на все богатства этого мира, ничего не дается просто так». Мэг кивнула и спросила, «А Каер часом не знает, сколько именно демонов собирается атаковать нас». Джаа кивнул и горько улыбнулся. Естественно, Каер отлично знает, какова численность армии демонов, ведь в их мире ее ветки находятся практически везде. Поэтому, как она может не знать подобного? Армия демонов насчитывает не менее 50 миллионов воинов. Услышав это, Мэг шокированно спросила, «Сколько? 50 миллионов?». Джаа с горечью усмехнулся, «Это еще не все 50 миллионов, это действительно просто воины. А вот реальная армия может быть во много раз больше, ведь посчитать, скольких демонических животных они возьмут с собой, просто нереально. Так что, похоже, мы встретили действительно достойного противника». После этих слов лицо Мэг сильно изменилось, и что же нам тогда делать? Джаа улыбнулся и сказал, «Ладно, ничего, будь уверена, все будет в порядке. У них 50 миллионов солдат, но и нежити у нас довольно много. К тому же, ничего не мешает подымать нам новых немертвых прямо во время сражения, так что можешь особо не переживать». Мэг кивнула, Джаа взглянул на экран и не увидел никаких изменений. По городу ходили различные авантюристы и мастера темных искусств. Обыватели помогали регулярным войскам Империи Будхан. Мастера темных искусств и авантюристы отлично понимали, что после вторжения демонов на континенте Арк не останется безопасных мест. Поэтому они даже не пытались сбежать, наоборот, сейчас обитатели города находились в некотором предвкушении. Ведь они и так жили на острие ножа круглый год, так что атаками демонов их явно нельзя было удивить. А вот если они проявят себя в битве, то в будущем смогут стать наследственными аристократами или очень известными магами в Империи Будхан. Безусловно, пренебрегать подобным шансом уж точно нельзя. Стоит отметить, что наследственные аристократы отличались от обычных благородных. Так если кто-то проявит себя и ему предоставит ненаследственный титул, то его детям придется подавать заявку на унаследование этого титула. Но, если у них за плечами не будет определенных заслуг перед страной или они не будут обладать определенной силой о подобном можно даже не мечтать. Разумеется, стать наследственным аристократом довольно сложно, и обычно Империи не раздают подобные привилегии лишь за участие в одном сражении, пусть и довольно крупном. Но этот раз Империя Будхана казалась в весьма тяжелом положении. У них не было много войск в непосредственной близости от бездонной бездны. За столь короткий промежуток времени просто невозможно собрать большое количество войск, поэтому король нашел вот такой вот выход. Все равно большая часть авантюристов и темных мастеров падет в битве, так что ему придется предоставить не так уж много титулов для выживших. Но для обитателей города это был прекрасный шанс кардинально изменить свою жизнь, ведь от демонов все равно не спрячешься, а таким образом они смогут обеспечить будущее себе и своим потомкам. Вот только в течение семи дней Империя Будхан могла послать только 200 000 человек регулярной армии, а число искателей приключений и темных мастеров достигало всего 400 000 человек. Естественно, они также полагались и на стены города, но этого явно недостаточно, чтобы заблокировать демонов, именно поэтому Джай отправился сюда. Глава 680. Защитим же родную землю. Веган, мастер темных искусств, он всегда жил здесь, но он не один из клана Карпичи. Можно сказать, что у него нет ничего общего с этим кланом. Однако это не значит, что он простой обыватель, его предки были великими магами и даже являлись герцогами, но, к сожалению, страна его клана была уничтожена империей Льва, а его предки из-за слишком большой верности своему государству лишились титула. Затем шли годы подавления, пока, наконец, члены его клана не поселись здесь. В любой империи будут места, где страна практически не имеет никакого влияния. Как пример можно привести городок возле подножья горы Аккра. Город демонов тоже был переполнен темными мастерами, авантюристами и различными отщепенцами, а вот войск империи Будхан тут практически не было. К несчастью, всего несколько сотен лет назад произошла крупномасштабная атака на город темными существами. После нападения темные мастера и авантюристы понесли очень серьезные потери, и клан Вегана не стал исключением. Многие дома его семьи оказались уничтожены. Поэтому сейчас в клане Вегана всего дюжина мастеров темных искусств, но даже в этом случае никто из наемников или власть имущих не осмелится взглянуть на них свысока. Потому что клан Вегана действительно очень силен. Но самое главное, что они всегда считали это место своим домом, поэтому их статус в городе очень высок. Наемники и другие силы очень уважали клан Вегана, а во время конфликтов даже просили разрешить их. Но Веган просто один из магов клана, он не патриарх и даже не наследник. А всего лишь самый обычный черный маг. Империя Будхан рассказала им, что будет происходить в бездонной бездне и пригласила клана Вегана, а также наемников с авантюристами помочь регулярным войскам защитить город. И клан Вегана не разочаровал империю Будхан. Он собрал в городе большое количество наемников, а также авантюристов. Даже более того, они отправили на городскую стену нескольких мастеров темных искусств, чтобы помочь страже. Все дело в том, что черные маги куда лучше ощущают приближение темных тварей, так что нападение уже никак не сможет стать внезапным. Стоит отметить, что бездонная бездна была действительно довольно странным местом. Как и следует из ее названия, это огромная щель в земле. Многие пытались достичь ее дна, но никто из них так и не вернулся назад. Но насколько же она глубока, ее дна не было видно людям. Бездонная бездна и в самом деле огромная трещина в земле. Огромная трещина протяженностью более 10 тысяч или 0,5 км. В самом широком месте около 2 тысяч или. Иными словами, это группа плоских и крутых склонов, ведущих куда-то вглубь земли. Естественно, чем глубже вы спускаетесь, тем темнее становится. Естественно, из-за этого город рос в длину гораздо быстрее, чем в ширину. Можно сказать, что на континенте Арк это самый длинный город. Впрочем, это никак не сказывалось на жизни в нем. Какие бы войны не велись на континенте Арк, никто не трогал город демонов, так как его обитатели защищали всех остальных от страшных темных тварей, что время от времени прорывались из бездны. Так что в городе даже не было обычного гарнизона, а поддержкой хоть какого-то порядка занимались авантюристы и наемники. В этот день Веган все еще находился на стене. Фактически, его нынешнее местоположение – это восточная крепостная стена. Или, другими словами, это не та стена, что находится ближе всего к бездонной бездне. Эта стена была очень безопасна, но Веган не снижал бдительности, так как по словам воинов Империи Будхан, некоторые демоны уже проникли на континент Арк и могут ударить по городу и со стороны материка. Так что им следует быть крайне осторожными. Веган посмотрел на окружающих его солдат. Безусловно, они не были самыми элитными войсками Империи, но солдаты также хорошо знали, что они здесь делают, поэтому вели себя крайне серьезно. В этот момент Веган вдруг почувствовал, что к ним приближается огромное количество темной энергии, похоже, к ним приближается довольно мощное существо. Местные черные маги несколько отличаются от мастеров темных искусств на материке. Они очень чувствительны к темной энергии, так как довольно часто имеют дело с темными тварями и, заметив приближение огромного количества темной энергии, Веган немедленно сказал, всем приготовиться. Со стороны материка к нам приближается невероятно мощное создание. Естественно, услышав подобные, солдаты сразу уже начали действовать. Им совершенно четко объяснили, что в первую очередь необходимо прислушиваться к словам мастеров темных искусств. Ведь последние прожили возле бездны всю свою жизнь не знали гораздо больше о темных тварях, чем кто-либо другой. Как только все были готовы, далеко у самого горизонта появилось черное пятно, что стремительно приближалось к городу. Естественно, люди начали нервничать, особенно солдаты у Баллист, все они нервно смотрели на него. Ведь именно они являлись основной защитой от крупных летающих врагов. Черная точка медленно становилась все больше, и вскоре люди на стене увидели, что это огромный костяной дракон, на голове у которого стоял черный маг. Естественно, все оказались крайне ошеломлены подобным зрелищем. Безусловно, на таком расстоянии они не видели его лица, но это совершенно не мешало им подтвердить его личность. Ведь на подобное способен только один человек на всем континенте арк, король империи льва и глава клана Будда, Джао Будда. Сейчас Джао был признан всеми, как самый могущественный из черных магов. Независимо от империи, все осознавали этот факт, создать нежить, что способно противостоять драконам невероятно сложно, фактически невозможно, поэтому в глазах остальных черных магов Джао был едва ли не богом. Джао хорошо отдохнул в пространственной ферме, а затем отправился в путь. Почему прорыв демонов произойдет в бездонной бездне, а не в горах Аккра, где находится кровавый магический массив? Все дело в том, что магический массив действительно прорывает ткань мироздания, но не в том месте, где он находится, а в том месте, где она слабее всего. И, естественно, такими требованиями больше всего отвечала бездонная бездна, что до сих пор была связана с миром демонов. Увидев стены города, Джао не полетел прямо в город, а позволил костяному дракону приземлиться за его чертой. Затем он убрал нежить и отправился пешком к городским воротам. Защитники на стенах города тоже отреагировали. Офицер тут же прокричал стражам у врат, быстро откройте дверь города, поторопитесь, но быстрее всего к воротам побежал именно веган. Причем он мчался быстрее, чем офицер, который является воином 7 уровня. После подобного солдаты даже задались вопросом, а является ли веган магом? Может на самом деле он воин? Естественно веган, конечно же, не воин, он всего лишь черный маг. Причина, по которой он мог бежать настолько быстро, заключается в его моральном подъеме. Ранее солдаты империи Будхан уже сообщали мастерам темных искусств, что в город прибудет сам Джао, чтобы лично противостоять вторжению демонов. И, естественно, все оказались весьма взволнованы, ведь глава клана Будда довольно знаменитый человек, и увидеть кого-то подобного для жителей города не представлялось возможным. Однако были и те, кто сомневался, что подобное действительно произойдет. По их мнению, Джао слишком важная фигура, чтобы лично принимать участие в таком сражении. Для тех, кто всегда жил здесь, такие люди, как Джао, имеют просто недосягаемый уровень существования. Они не могут делать слишком опасные вещи. Поэтому многие люди не верили, что Джао придет. А слова солдат империи Будхан не более, чем попытка успокоить тех, кто остался защищать свои дома. Редакторы. Адам Сонич, Енигма, Бландром, ХТТП, Телрулати, Рубак, 87-357095, глава 681. Великий человек. Джао стоял под городом. Он не вел себя слишком пафосно и надменно, хотя не так давно стал королем империи Льва. Впрочем, сам он не считал себя королем, и как только все уладятся, собирался отказаться от престола. Он не думал о себе как о большом человеке. По его мнению, он просто обычный обыватель. И сейчас он делал то, что должен был бы сделать на его месте любой. Джао не знал, что с его нынешним статусом он определенно является весьма важным человеком на всем континенте Арк. Теперь люди на материке уже знали, что Джао является принцем зверолюдов, внешним старейшиной гномов, внешним старейшиной эльфов и генералом людей моря. Поэтому совершенно не удивительно, что все люди на континенте Арк считали, что глава клана Будда один из величайших людей в истории. И только у самого Джао имелось совершенно иное мнение на этот счет. Городские ворота медленно открылись, и первым, кого увидел Джао, оказался маг в черной мантии. На вид ему было около 40 лет. Его одежда явно не выглядела новой, он сам был очень худым, с тонкой бородой и соломенными волосами. Сейчас он очень сильно походил на странного дядю, которым пугают маленьких девочек. Естественно, этим человеком был веган. Он сейчас невероятно волновался, так как никак не ожидал, что, защищая городскую стену, сможет увидеть бога черной магии. Это действительно делало его очень счастливым. И, разумеется, он не мог сдержать своих эмоций. Под пристальным взглядом Джао этот человек подбежал к нему и упал на колени. Безусловно, Джао привык, что время от времени простолюдины поступают подобным образом, но от гордого черного мага он такого явно не ожидал. Однако Джао не растерялся и сразу же поднял его, а затем произнес «Коллега, как вас зовут?», а вот веган не сразу понял, что Джао обращается к нему, так как был слишком взволнован. Но затем все же сказал «Мистер Джао, меня…» «Он и доехали!».